окей отлично слышно хорошо сейчас даже мы включим камеру посмотрим как видно насколько хорошо так если камера появилась тогда напишите от 1 до 10 как хорошо меня видно я вот здесь у вас привет так десяточки отлично даже хорошо видно супер отлично ну кого-то восьмерочка даже 5 у кого-то в основном десяточки хорошо и так знать что мы будем с вами сегодня делать ну во первых у нас подготовлена непосредственно программа касательно той темы которую вы здесь видите кто-то присутствовал на наших если прошлых вебинарах поставьте пятерочки это к тому что вам скажу немножечко по новой комнате кто первый раз как бы первый раз эту комнату видит первый раз но у нас сейчас здесь немножко другая уже комната для тех кто присутствовал раньше вот давайте пятерочки если присутствовали раньше если никогда не присутствовали на наших прошлых вебинарах или каких-то мастер-классах тогда нолики поставьте я хочу пока вы пишете да нолики или пятерочки отлично в основном новички супер так хорошо 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 окей значит у нас будут тут меняться картинки какие-то возможно будет демонстрация экрана каких-то таких интерактивчиков да но в основном вся информация будет у вас здесь по центру я хочу выразить вам благодарность за то что вы здесь присутствуете почему так потому что 98 процентов людей как вы знаете наверняка из своей практики из практики своей жизни ничем не занимаются интересным по жизни занимаются какой-то ерундой не занимаются своим развитием и не прикладывать никаких усилий усилий для того чтобы развиться дальше мы видим как они иногда превращаются в троллей да и если тут будут присутствовать тролли мы их с улыбкой будем банить вот но тем не менее я хочу выразить еще раз вопрос поговорить благодарность потому что мне с вами наверняка будет интересно потому что такие люди которые развивают себя выходят на подобные мастер-классы это люди особого скажем так характера особого вклада ума а уж не говоря о том что вы интересуетесь профессией 3d визуализатора так это мне тем более интересно так а значит мы сейчас вот вроде бы все хорошо проверили все хорошо работает значит насчет того как будет проходить вебинар мы сейчас с вами проговорим то есть насчет вопросов и так далее вот небольшое вступление сейчас мы проверим насколько у нас меняется хорошо презентация если поменялась презентация сейчас написано правило мастер-класса напишите знак равно знак равно напишите на кровной есть отлично все работает супер если при этом еще видно меня то есть мое изображение то напишите еще на кровной восклицательный знак так окей хорошо супер задержки практически у нас нет значит мы с вами в прямом эфире и соответственно все что я делаю и на экране все увидите это вот прямой эфир никакая не запись если кто-то сомневается так видно только тебя хорошо но у всех я смотрю что что все в порядке если у кого-то что-то не так можно попробовать другого браузера но я думаю что на самом деле все должно быть по крайней мере большинство отлично так насчет записи значит ребята кому кто у нас в рассылке соответственно смотрите информацию по записи мы пока еще не решили кому она будет дана потому что у нас была предварительная регистрация на это все кто записался точно получит запись вот остальные ребята посмотрим все-таки так информация закрыта так значит смотрите у нас правило такие мастер-класса но любого онлайн мероприятия это у вас должно быть листочек или ручка листочек либо другой куда пишущий носитель короче информации да лучше какой-то листочек или тетрадочка и ручкой карандаш чтобы записывать потому что информация которая будет даваться да для кого-то особенно для новичков она может быть показаться простой слишком где-то незначительной а потом когда вы будете смотреть свои записи вдруг поймете что в ней был очень большой смысл вот поэтому нужно все записывать если вы например не пишите на листочках не пишите в чате то тогда вы в принципе не запоминайте все то что происходит у нас на вебинаре а нужно запоминать поэтому пишем 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 и пишем на чате тоже значит все будет дано из практики если не согласны такое правило да если вот ничего не понятно например вот почему то вам вы не согласны ну как вам кажется что все по-другому значит нажимаем на крестик выходим из нашего мастер-класса ну как я обещал троллей мы будем банить отправлять в баню да и если я вам задаю какие-то вопросы ну вы молодцы вы хорошо реагируете то пишем до ответы на них в чате потому что это дает это наша практика это дает развитие вот люди которые не пишут в чате они ну хуже усваивать информацию нет меньше развития по жизни и на вопросы на какие-то данные отдельно будет отведено определенное время то есть например я вам скажу вот сейчас например задавайте вопросы если они у вас возникли до этого момента вопрос задавать нельзя это нужно для того чтобы опять же мы успели выдать информацию информация очень объемная как вы понимаете чтобы освоить 3d визуализацию уходят у многих то что там многие годы там иногда десятилетия потом за курсы 3d визуализации платят иногда сотни тысяч рублей можете сами посмотреть в интернете посчитать сколько это все стоит поэтому ну как то так организуем да наше пространство чтобы нам с было удобно вот возвращаясь к нашей такой вот изначальной теме что здесь присутствуют особо люди и вы выделили свое время чтобы здесь присутствует я просто курим арочка сделаю я подготовить к вебинару в формате вебинара нашего мастер-класса у меня там была температура то есть серьезная ситуация была я усиленно лечился вот так что если участвовать все хорошо но если доктором буду кашлять или там пить воду там какую-нибудь да но не переживайте все нормально сейчас уже неплохо себя чувствуете хорошо вот такая ситуация так запись в орды подойдет в принципе подойдет тоже да но только вы не будете хорошо видеть нашу презентацию так окей давайте с вами ближе тогда знакомиться напишите давайте так сразу на два первых вопроса ответьте в чате из какого вы города напишите ваш возраст и какой опыт работы в 3d то есть например я сейчас в ростове-на-дону нахожу нахожусь мой возраст 29 лет какой опыт 3d 9 лет если например у вас нет опыта то пишите но если несколько месяцев то то что уточняет например два месяца если лет вы уточняете два в года вот чтобы было понятно киев пермь 22 года значит в одну строчку сразу пишите да чтобы не разбрасывать нас сегодня достаточно много более 100 человек так и в пермь алматы ты из два года опыт ноль так хорошо это у нас светлана санкт-петербург 27 лет это алексей голобородь когда 27 лет один месяц отлично севастополь 6 лет так 22 года опыта 0 кемерово 23 года опыта нет кишинек 38 лет опыта 0 так беларусь город горки да артем 26 лет опыта 0 самара так минди миндзелинск наверно да правильно возраст 36 лет опыт 0 в основном новички это тоже здорово ребята вы поймете почему это здорово из нашей сегодняшней презентации бобруйск 228 опыт 0 крибин 5 лет пермь 24 года 0 опыта одесса 37 0 опыта майкову или майкоп не знаю так майков ладно 20 лет опыт работы в 3d два года работал над играми отлично так в 3дмакс недавно москва 26 лет опыт 0 набережные челны так москва полгода подольск 27 00 так отлично ребят но я вижу что у нас тут присутствует из столиц так из периферии то есть и как мы например из ростова на дону да где-то так новосибирск омск калуга в основном новички либо немножечко знают до 3d max где-то процентов 5 это от двух лет и выше так отлично то что вы тоже развиваетесь хорошо самара 22 года это у нас из самары татьяна 4 года опыта супер так красноярск это юлия 28 лет 8 месяцев отлично так но очень много сообщений ребята спасибо так отлично 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 значит вот такая ситуация вы видите да в основном у нас новички чуть чуть меньше тех кто уже немножко знаком с 3d max мы еще чуть меньше кто уже можно сказать опытный значит для новичков здесь будет очень насыщенная информация для тех кто каким-то опытом уже обладает может быть немножко срыв шаблона по некоторым аспектам я на всякий случай предупреждаю вот и давайте тогда сейчас ответим на вопросы ответим на вопросы следующие зачем вам 3d визуализация напишите ваш ответ это очень важный ответ потому что ну 3d визуализация это прикольно как бы ну ну не знаю да то есть но прикольный прикольно зачем она вообще тогда нужно вот что вы с помощью нее хотите получить например для каких целей она вам нужна зачем она вообще в принципе вам вот напишите вот кто пишет чтобы делать мир лучше отлично это очень интересно мы своих учеников как раз таки наставляем чтобы делать мир красивее так отлично так архитектурной визуализации заработок супер то есть с работы связано это у нас написал не успеваю посмотреть так работа кто-то написал так татьяна хочу овладеть интересной профессией пишет рув ивана что-то новое саморазвитие деньги отлично так дизайн интерьеров пишет максим не только супер так стать независимым от работы в офисе фрилансом ага енот енот пишет у нас тут есть немножко представители животного мира так новое для меня и может пригодиться может пригодиться немножко неприятно сформулировано что значит может пригодиться давайте вы тогда уже сейчас прикиньте куда вам она может пригодиться так будет немножко правильный так вы больше поймете а не просто так на всякий случай на пожарную новое для меня это интересно виктория написал так джентль мир работа люблю 3d графику альт александр хочу научиться анимации так отлично училась для дизайнера дизайнера юлия хочу развивать знания практике отлично ребят лично значит а в основном да для чего нам 3d визуализация нужна вот исходя из того что вы пишете в том числе мы можем просумировать то что вы пишете и понять что 3d визуализация хороша когда вы ну чувствуете интерес кайфы от работы да потом независимы да то есть можете получить большую независимость например от начальника кто-то от сроков там выполнения проекта то есть быстрее их например выполняют да для того чтобы качественные работы делать хотя они у вас например и так отличные но 3d визуализацию сделали она вас ужасная например работа вот а повысить свой уровень и чтобы она стала классная да соответственно вот нужно развитие да отлично так кстати за счет повышения качества работ вы можете увеличивать свой заработок на 3d визуализации если вы дизайнер архитектор два-три раза то есть это личный опыт делали более качественное 3d изображение показали заказчику можно назначать больше стоимость так для работы создания интерьеров это вероника для опыта я ландшафтный дизайнер нужно для работы бенасик так хочу освоить новую профессию артем отлично хочу научиться дизайну интерьера алексей дизайн интерьеров 3d визуализация как бы это составляющая дизайна интерьера доходит и и такая полноценная профессия дизайн интерьера это не 3d визуализация концептуальна это не так так хобби работа адриан отлично очень много сообщений так мне нравится 3d визуализация и составляющая неотъемлемо хорошо ребят но будут через несколько писать будет читать зарабатывать и еще представить себе свой будущий дом до постройки отлично это наталья написала так кто-то говорит чисто заработок дарья да чисто заработок не получится ребята чисто заработок 3d визуализации это месяц работы и два месяца отдых вот если вы хотите зарабатывать на 3d визуализации то нужно получить кайфы изначально получать кайфы от этой профессии иначе вы ничего не заработать так создавать не только карты для игр но и реалистичный интерьер 3d max отлично это джентль мир супер спасибо очень интересные ответы и напишите сейчас давайте сразу вот ответ на четвертый на пятый вопрос сейчас уже идет обучение значит смотрите в чем прикол этих вопросов это расширяющие вопросы которые настраивают вас на изучение на более эффективное изучение вообще 3d визуализации не только изучение освоение скажем так можно изучать 10 лет можно обучиться за месяц а можно играючи просто взять и сделать то есть и в зависимости от тех вопросов как вы задаете зависимости от тех целей которые вы поставили это все влияет на то как в эту всю профессию освоить и как вы в нее войдете сколько будет зарабатывать поэтому такие вопросы подготовлены для вас так что хотите получить после обучения у нас сейчас пишем и сразу напишите какие цели 3d ставите на год то есть у нас сейчас вами идет обучение да напишите что вы хотите получить после наш вот нашего 1 например сегодняшнего обучения кто-то у нас на бесплатном курсе есть кто-то у нас находится например на второй ступени обучения тоже напишите что хотите получить после обучения и какие цели в 3d на год вы себе ставить так я сейчас отобью знаково равно чтобы точно узнать что после него идут ответы тот писал бесценный опыт фишечки секреты это марина отлично пишите секреты будут так татьяна уверенность в себе за год найти работу отлично ну за год найти работу это очень долгий срок за месяц за две недели можно так идти улучшить качество и скорость сделать минимум один проект в месяц весь год отлично за месяц можно делать пять проектов самостоятельно нормально что-то новое так тут он хорошо знание опыт так 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 убежала получить первый заказ отлично так цели за год увеличить продуктивность свою и визуализации и скорость это бобинский окей первые заказы на вид по визуализации отлично дарья так а аргентон освоить новую профессию елена ух много вы расписываете прям давайте концептуально немножко читать долго тяжело много людей больше 120 человек уже так астон я хочу получить целую информацию и навыки с помощью которых можно достаточно эффектно эффективно зарабатывать деньги на дизайн интерьера и экстерьера отличное желание теперь вам нужно вложить свою лепту сюда да чтобы это все сделать не просто так она на вас валится нужно внимать да внимайте так джентльмир ну наверное получить опыт так как это во многом пригодится конечно же найти работу окей это все реально так моделировать мебель выставлять свет отлично сегодня будут частично фишки из того что вы здесь написали так 28 лет таня сокол так нет предела совершенству всегда интересно узнать метод других людей цель совершенствования навыков цель совершенствования навыков для чего пишите себе тоже понимаете просто просто так совершенствовать навыки не надо так надежда уверенность своих силах новой профессии удовольствие финансовая свобода отлично евгения я новичок опыта вообще нет хочу научиться чтобы изменить свою сферу деятельности красиво обустроить свою будущую квартиру отлично супер научиться искать заказы инот пишет найти бесплатные шаблоны научиться делать визуализации более реалистичных материалов света получить опыт отлично это реально так алексей голобородько получить азы работы с 3d визуализации навык визуализации интерьеров нужно для проекта собственно дома окей ребята очень много очень много пишите сообщение это очень хорошо супер давайте подальше пробегу и чтобы мы успели всю основную информацию еще пройти хочу перебороть страх перед 3d моделированием за год сделать дипломный проект после чего найти работу и зарабатывать деньги благодаря любимому делу отлично супер это конечно же можно сделать но не просто сейчас на нашем мастер-классе да сейчас получить расширение самое главное увидеть куда он идти сегодня у вас будет два пути то есть мы вам дадим вот почему мы говорю вот здесь присутствует еще роман скорняков роман кстати смотри какие то может быть интересные еще вопросы или вот ответы если что сообщает что стоит более подробно ответить да я тут всем привет и хочу узнать как меня слышно поставьте от 1 до 10 и как раз мы отобьем эту черту ответы на вопрос как меня слышно поставьте час ага десяточку отлично супер 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 хорошо интересно ребят ну вот мы даже еще не начали а уже чувствуется прокачка уже чувствуется прокачка ну давайте приступать давайте приступать дальше то есть с вами мы немножко познакомились давайте немножко о себе расскажем просто чтобы новички по крайней мере понимали да что мы можем вам дать ну во первых мы 3d визуализаторы опыт у нас более 9 лет в свое время отучились на архитекторов дизайнеров то есть 2008 года мы архитектор дизайнер с 2011 мы начали обучать через интернет да то есть и уже соответственно более 8000 человек получили наши курсы сейчас что касается курсов таких закрытых да где мы доводим конкретно до результатов это уже 14 потоков обучения прошло и в том числе это был коучинг по 3d кто-то его знает или курс коммерческой 3d визуализации да которого мы будем периодически сегодня касаться то есть какие то могут быть примеры из этого курса потому что этот курс очень интересный то есть там мы полностью осваиваем профессию вот такая ситуация можно было бы много говорить о нас потому что сильно большие все таки бывают успехи но один раз я такое сделал на одном из вебинаров люди подумали что такого не бывает я решил больше не показывать значит что я хочу вам сейчас еще дать для того чтобы вы ну в последующем ближе с нами познакомились во первых ссылочку на непосредственно на мою страничку вконтакте я надеюсь что ссылка сейчас разместится вот пройдите посмотрите вот и дать ссылочку на наш сайт на наш сайт для того чтобы вы увидели ну из чего состоит вообще наш обучение да то есть чтобы в свое свободное время мы могли ознакомиться и понять что мы делаем так если у фейсбук есть да сейчас ссылку не дам пока нужно искать меня так идем дальше значит смотрите следующий у нас слайд ну здесь просто ученики чтобы вы с нами познакомились у нас учеников достаточно много как я уже сказал 8000 получили наши материалы 14 потоков прошло обучение но в основном это дизайнеры архитекторы художники там строители вообще творческие люди тоже где-то 40-50 процентов это просто ищущие новой профессии творческие люди да то есть вот какие-то лица могут быть вам знакомыми эти ребята уже например вот виталия романовского справа вверху она была например передачи по моему фазенды что такое там каком-то крутом канале вот и там свои работы показывают вот могли кого-то из них так значит что такое 3d визуализация надо ли говорить или нет если надо плюсик минус если не надо сайт не открывается ну у кого сайт открылся напишите давайте четверку так в основном не надо да окей ну значит просто картинки да мы делаем 3d визуализацию домиков и квартир концептуально да то есть внутренней части внешней части вот собственно и все вот такие картинки которые вы здесь видели вы можете делать тоже если вы таких картинок не делали то мы вас можем этому научить то есть есть определенные принципы которые мы будем сегодня проходить сколько зарабатывает 3d визуализатор я хочу здесь сразу поставить такую точку да чтобы не было каких-то полутонов потому что сегодня к нам на почту например пришло письмо что 3d визуализация там никому не нужна и мол там вы на ней нифига не зарабатываете поэтому вы учите ну короче понятно исходя из нашего опыта ну давайте так мне сейчас на почту приходят заказы из-за того что у меня есть страсть к обучению мне нравится смотреть на результаты наших учеников сегодня мы покажем какие-то картинки тоже интересные будет и техническая информация будут и картинки такая развлекательная поэтому отвечать смысл нет на этот вопрос но в целом утвердить сколько могут зарабатывать 3d визуализаторы стоит работа в офисе может вам приносить если вы в Москве например работаете 50-80 тысяч рублей в месяц в регионах вы можете договориться на зарплату с 30-50 тысяч рублей если вы хороший 3d визуализатор если вы хотите зарабатывать удаленно для кого то может быть это срыв шаблона но удаленно заработать потенциально можно больше только нужна определенная самодисциплина зависит это от опыта навыков и учения клиентов понятно да? у кого то не открывается сайт Роман проверь пожалуйста ссылку видимо много людей сразу зашло ну хорошо да но я думаю скоро вам заработать итак ребят то есть понятно да есть сразу скажу что есть 3d визуализаторы которые зарабатывают миллионы то есть это реально так если пойти дальше то можно создавать свою студию зарабатывать не только миллионы там но и десятки миллионов потому что почему так? потому что мы визуализируем объекты недвижимости звука не слышно у кого слышно звук поставьте пожалуйста восьмерочки так значит если вы собираетесь идти дальше то потенциально здесь дна в заработке нет это действительно так вы можете сами проанализировать если стройка идет везде по всему миру идет эта стройка значит это кому то нужно а если строится значит нужна презентация то есть 3d картинки соответственно если вы правильно хорошо все делаете то у вас есть заказы и вы можете зарабатывать отличные деньги так идем дальше а главное препятствие ребят смотрите вот если мы ставим вопрос так то есть мы хотим полностью освоить профессию 3d визуализатора не так чтобы просто сказать я хочу и все и остановиться а так чтобы действительно сделать это в своей реальность то вы столкнетесь вот с такими вот всякими нюансами по меньшей мере то есть если вы будете слушать мнение других визеров то есть 3d визуализаторов на этапе обучения да когда вы еще не оформились например на форуме я имею ввиду то на вас вылится грязи столько что вы никогда бы почему вот я не знаю почему у нас 3d визуализация может быть в других профессиях творчества тоже так но я например занимаюсь музыкой там как-то принято поддерживать но у нас 3d визуализация почему-то любят обосрать то есть но это факт поэтому надо сначала научиться чему-то потом можно выставлять когда уже достаточно интересная работа дальше растягивание обучения отсутствие самодисциплины то есть если вы сейчас просто начнете кучу уроков смотреть на ютубе в разные стороны направлять внимание вот это вам кажется главное это главное это главное то на обучение у вас идет там от двух до пяти лет в лучшем случае то есть это тоже факт два года если вы крутой чувак вот кто у нас здесь опытный может подтвердить и пять лет если вы еще новичок совершенно прошу прощения то есть я предупреждал что у меня была температура я сегодня готовился то есть иногда могу там немножко с горлом побороться вот но тем не менее я здесь поэтому я постараюсь максимально четко произносить свою речь так растягивание обучения ребят то есть вот сразу себе поставьте такой принцип то есть если вы собираетесь полностью освоить профессию сразу поставьте себе какой-то срок об этом мы еще поговорим чтобы не растягивать это обучение это можно бесконечно делать смотрите все видео уроки обо всем кто-то это делает в ютубе вы можете сейчас себя проверить но на эксперимент у вас потребуется несколько лет но если вы будете все уроки на ютубе смотреть то у вас просто все ресурсы израсходуются и в итоге вы до конца не освоите профессию мы этот вопрос решили как мы сделали бесплатный курс кто-то его проходит да то есть вы можете у нас его получить на сайте и соответственно тоже и там уже систематизировано да там информация бесплатно да там нету полных расширенных версий ну что естественно он создан для того чтобы все желающие могли что-то воплотить посмотреть свои способности увидеть как у них получается и принять для себя решение для них это профессия или не для них поэтому все уроки обо всем смотреть не надо нужно знать главное то есть поставить себе цель четвертый пункт да поставить себе цель например я хочу там интерьеры делать так-то 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 такой-то такой-то уровень и дальше уже искать видео уроки это я вам говорю если вы хотите самостоятельно обучаться искать видео уроки уже под вашу цель иначе это будет все бесконечно отсутствие целей и сроков это отдельная штуковина давайте здесь мы с вами поставим сразу цели напишите сейчас в чате значит у вас где-то сейчас после того как я произнесу вопрос где-то 30 секунд на то чтобы написать в чате какую вы себе цель ставите давайте так опять же конкретно по финансам 3d визуализации если вы например дизайнер то вы можете прикинуть сколько у вас увеличится доход сколько вы ставите себе цель по финансам какой уровень работ например по десятибалльной шкале вы убедитесь что не все хотят на 10 например 100 тысяч рублей в месяц уровень 9 и дальше срок до какого срока до такого-то числа напишите когда вы это сделаете вы почувствуете что у вас внутри что-то уже происходит это очень хорошо напишите давайте пишем 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 значит сколько по финансам какой уровень и какой срок так 10 тысяч гривен давайте либо в рублях либо в долларах уровень 8 9 до 1 5 15 отлично так 300 рублей или чего в месяц 10 уровень за год так 7 через полгода так 1000 долларов в месяц значит окей на восьмерочку до конца года супер 5000 долларов на десяточку 6 месяцев окей так интерьер интерьер 3000 долларов в месяц качество 10 3 месяца окей 50-100 тысяч уровень уровень 8 до лета отлично так я сейчас прочитаю все и скажу какие реальности у нас вы сейчас проверите себя 80 тысяч в месяц на десяточку до сентября от 100 тысяч в месяц уровень 10 срок полгода отлично 180 тысяч рублей на восьмерочка 4 месяца хорошо цель скорость создания интерьеров 3 дня на проект так хорошо 30 тысяч 6 баллов 30 дней отлично так 50 тысяч рублей на 7-8 уровень срок 6 месяцев 30 тысяч 8-9 год 50 тысяч рублей на семерочку до какого срока так хорошо 500 евро через год 500 евро через год но у нас что-то мало вы написали так 150 на девяточку полгода 100 тысяч рублей уровень 9 через два месяца отлично 50 тысяч месяц уровень 8-10 третий месяц до нашего года окей так 100 тысяч через год уровень 10 доход 100 тысяч рублей к первому августа отлично так 50 тысяч 8 восьмерочка так уровень к лету уровень си так отлично ребят ну целом большинство ребят написал очень реальные цифры значит когда завышено бывает очень ожидания обычно не достигается то есть в реальности бывает как у нас например у нас был курс чисто коучинг потреби где мы чисто заработком занимались то есть чуть-чуть прокачивались даже с новичками они брали свои заказы то есть у нас максимальный результат был у новичков за две первых недели обучения двести восемьдесят тысяч рублей заказов получила у меня на Смирнову вот и соответственно относительно этого можем рассуждать уже да то есть по практике если вы полный новичок то в первый месяц поставьте себе тридцать шестьдесят тысяч это нормально в итоге вы можете выйти самостоятельно это нормально выйти на триста пятьсот тысяч да там например через полгода вы можете это сделать если вы новичок я еще раз повторюсь это нормально если вы пойдете дальше то есть вспоминайте я говорю про удаленную работу именно с точки зрения бизнеса развития своего и так далее да то там конечно уже можно все больше и больше так отсутствие желания интереса это очень сильно важная вещь пятый пункт потому что если вы просто так хотите например на халяву просто так освоить как будто бы вас загрузили программу все умеете и вам деньги потекли то это отсутствие желания то есть я вам так расшифровываю нет интереса вот у кого есть реальные внутренний интерес и желание к профессии 3d визуализатора то есть что-то перед вами раскрывается что-то в этом есть вот поставьте сейчас плюсики в чат так плюсики 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 а давайте а кто не определился еще точно поставьте восклицательный знак окей кто колеблется не понимает восклицательный знак вопрос ребят какой вопрос еще один вопрос восклицательный знак ты же сказал правильно или вопросить конечно восклицательный но это отдельный вот кто-то вообще меньшинство шоу мозгового окей значит окей спасибо ребят отлично кто у кого нет интереса минус ставим сразу минус значит смотрите как осваивать когда мы перед нами стоит задача вот например есть 10 человек 20 человек которые хотят вот здесь у нас например в комнате присутствуют сейчас нас больше 130 например по практике знаю что например где-то 20 может быть человек ну может быть 30 из вас действительно что-то сделают да ну не в обиду ребят то есть такая ситуация может быть вы измените эту картину тем не менее 20-30 человек что-то сделает то есть предпринут какой-то шаг для того чтобы освоить действительно эту профессию и когда мы ставим жестко вопрос вот все вот я вам сейчас говорю да вот с этого момента мы осваиваем полностью профессию то есть через месяц например вы владеете профессией всеми процессами 3d визуализации можете взять заказ и так далее что перед вами стоит главным теперь чтобы через месяц это сделать вам нужна скорость да то есть мы вот понимаете у нас есть в голове такая ситуация странная то есть вы можете сказать да я хочу освоить эту профессию но делать это все очень долго осваивать это не принимается если вы будете делать долго вы не освоите профессию только быстрые варианты по освоению приводит к результату и сразу в практику сразу в бой то есть я уже говорил есть специальные курсы например у нас бесплатный курс можно пройти либо на вторую ступень записаться дальше систематизированные уроки взаимосвязь должна быть в видео уроках то есть сразу еще раз подчищаю просто так все уроки смотреть на youtube не надо найдите конкретные видео уроки как вы их будете искать уже ваша задача вы знаете что можно найти ну кому надо кто любит халяву бесплатно но соответственно кто любит халяву то и результаты будут халявные но тем не менее тоже такой шаг немножко более долгий но тем не менее шаг такой возможно главное чтобы была систематизация как ее увидеть систематизацию в уроках есть первый шаг второй третий четвертый и так далее пока вы не дойдете до результата конкретного а не просто один вычлененный шаг где-то там на ютубе вы его смотрите и все потому что без связки с другими процессами он может не работать у вас я вам открываю немножко такой секрет вы можете увидеть и обрадоваться куча уроков да где-то бесплатно но без связки от начала до конца они могут привести к совершенно другим результатом понятно то есть и понятные последовательные шаги здесь мы с вами поставили цель давайте так вы эту цель вспомните и запишите себе на листочек пишите ее на листочек пусть она у вас будет еще раз давайте на всякий случай связь если связь хорошая все окей семерочки в чат напишите мы с вами на отлично семерочки есть благодарю благодарю отлично отлично мы с вами цель поставили запишите ее на листочек чтобы она стала физической даже если вы пишите в орде напишите где-нибудь там на салфеточке на листочке эту цель потому что и до какого она числа будет реализовано потому что когда вы так не делаете мост наш так устроен что мы не достигаем результат пока мы не на листочке не напишем интерес мы еще раз с вами проговорили это важнейшее условие для того чтобы освоить профессию может быть в других профессиях не так но в 3d визуализации творческих профессиях интерес обязательный то есть даже если вы на первых порах не получаете денег у вас должен оставаться интерес и кайфы от этой профессии значит у кого это не резонирует значит либо пересматриваем да свое восприятие это все либо закрываем наш мастер-класс значит идем дальше окей стадии освоения профессии сейчас мы пробежимся где-то будут картинки где-то возможно я даже какую-то презентажку это интерактивчик что-то покажу но главное что мы вывели что у новичков особенно нет понимания из чего состоит вообще профессия из чего состоит 3d визуализация именно поэтому начинают смотреть одни уроки другие третьи и так никогда ничего до конца не осваивают вот у нас есть определенная последовательность именно для освоения профессии есть последовательность внутри профессии то есть из каких состоит вообще процессов 3d визуализация это мы тоже с вами можем все осваивать да но сейчас самое главное чтобы вы не наступили на гравли который мы наступили в свое время потому что мы в свое время просто пробовали и так и этак и получалось ерунда и на это нас ушло где-то 3-5 лет вот потом мы уже начали делать правильно смотрите сбор учебных материалов ну не буду повторяться я уже сказал как это сделать да сейчас можете написать вопросы по вот этим 9 пунктам которые вы здесь видите и я если что-то будет важное существенное что я в дальнейшем не освещу на сегодняшнем мастер-классе на это отвечу сбор учебных материалов то есть нужно правильно их собирать взять только то что работает владение интерфейсом и командами программы то есть это первый пункт из внутри профессии ну здесь у нас это второй пункт вы должны понимать интерфейс программы тупо но правда не просто прыгать на какие-то уроки а понять как там крутить мышкой как там примитивы работают как масштабировать объекты да как их изменять моделировать и так далее нормально себя чувствовать программе третий шаг это научиться строить коробку то есть построение коробки что это такое то есть у интерьера и экстерьера есть коробка но стеной Да, мы с вами занимаемся интерьером и экстерьером. Значит, для интерьера внутренняя часть, для экстерьера внешняя часть. Есть определенное построение коробки. Мы сегодня еще поговорим. Реалистичные материалы в V-Ray. Реалистичные материалы в V-Ray. Значит, у нас есть в жизни шторы, какое-то дерево, стекло и так далее. Можно пробовать тысячи раз, как это настраивается. Можно просто взять готовую библиотеку и плюс еще научиться эти материалы настраивать. Проговорим еще дальше. Освещение V-Ray. Тоже интересно будет с картинками, я вам покажу. Камера. У нас есть симуляция камеры в 3D Max. Можно поставить стандартную камеру в 3D Max, в программе, в которой мы работаем. Либо поставить симуляцию настоящей камеры в зеркалке. И там есть интересные настройки. Главные настройки мы вам дадим. Что-то будет сложно воспринять, но тем не менее, мы это пройдем, нужно будет записать. Рендер картинки. Настройки V-Ray. Это отдельный процесс, тоже важный, потому что рендерить картинку можно по-разному, настроить программу тоже можно по-разному. Вот это визуализатор V-Ray. Тоже какие-то нюансики там поговорим. Постобработка. Очень важнейший процесс. Это обработка в Photoshop. Вы увидите, как сильно отличается картинка, просто сделанная в 3D Max, от итоговой картинки. И выход на рынок, получение и исполнение заказов. Сегодня девятый пункт, мы может быть чуть-чуть затронем, но его проходить не будем. То есть это непосредственно выход уже на бизнес, на заработок. А все, что касается освоения чисто профессии, чтобы вам укомплектоваться, вот сейчас мы это будем разбирать. Так, если связь пропадает или ухудшается, так, так, так. Хотела бы узнать по поводу договоров с клиентом, авторских правах, каких-то договоров нет. Здесь не будет. Срочно, как брать обшипку номер 20, сделали как написано, ничего не бывает. Хрень какую-то написали, непонятно. V-Ray есть в бесплатном доступе. На каком ресурсе? Тоже не потери сейчас. Где найти реалистичные материалы? Реалистичные материалы найти можно у нас и на бесплатном курсе, и наше в нашем обучении, либо прописать также в Яндексе и посмотреть реалистичные материалы. Был очень полезен урок по организации файлов с материалами, ценами черновыми и чистовыми. И умение быстро им пользоваться. То есть вы уже этот урок посмотрели. Отлично. Так, чтобы овладеть интерфейсом, надо ли знать более простые редакторы? Типа нет, не надо. Это может помочь вам просто из-за того, что вы привыкли в каком-то интерфейсе работать. Ну, а там все по-другому. В принципе, это не обязательно знать. Так, в вашем бесплатном курсе упоминался автокад для создания чертежей. Создадите отдельный урок, как это можно сделать. Нам поступают заявки по автокаду. Пока мы размышляем, если заявок будет слишком много, то мы сделаем специальный курс. Так, где лучше найти заказчиков? Заказчиков лучше найти по сарафанному радио и в интернете. Вот такой привет. Так, окей, ребята, давайте идти по теме. Сейчас пока вопрос не надо. Сбор учебных материалов. Давайте конкретнее, как вам их собирать. Значит, самостоятельные поиски на YouTube, на трекерах. Да, тут раскрывают невероятную фишку. Кто-то почему-то не знает, где их найти. Смотрите на YouTube, и на трекерах, и прочее. Это бесплатный материал можно найти. Да, только учтите то, что я вам говорил ранее. Да, чтобы вы не завязли в этих материалах, потому что их очень много. Дальше, следующий вариант, это курс найти. Да, альтернативы я вам уже предложил. И бесплатный, и платный. То есть, выбирайте сами, что вам более важнее. То есть, получить сразу результат, либо оттянуть его. Да, как выбирать курсы? Смотрите результаты учеников по тому курсу, который вы нашли. Если результат не очень, выкидывайте нафиг курс. Если интересный вам, то смотрите этот курс. И есть такой вариант наставник, это когда он вас доводит до результата. К наставнику тяжело набиться, но тем не менее, он стоит, конечно же, дорого, но тем не менее, так вот это один из самых, не то что главных, а может быть и единственный путь. То есть, это, как говорится, все включено. Вот он человек, вот он достиг, может быть у него даже есть ученики, я хочу лично с ним заниматься. Я так тоже поступал, обучался у некоторых людей, то есть, с ними лично разговаривал, мне что-то подсказывали. Это самый быстрый, самый крутой, самый надежный способ дойти до результата. Значит, вот такие концепции по сбору учебных материалов. Следующий шаг. Владение интерфейсом, мы с вами проговорили, но запишите себе важные такие моменты, что в интерфейсе программы есть множество всего. Давайте я попробую все-таки сделать интерактив. Сейчас я открою программу. Роман, если ты хочешь сейчас что-то добавить, добавь. Ну, если мы касаемся интерфейса, я хочу сказать, еще давно ходило такое выражение, что всю саму программу, не знаю, даже сами разработчики 3D Max. Я, наверное, даже согласен с этим, потому что 3D Max изначально вообще создавался для анимации, а не для создания статичной картины, как мы сейчас его используем. То есть там очень много различных настроек, которых мы даже не касаемся именно в 3D-визуализации интерьеров и экстерьеров. То есть мы касаемся, если рассматривать весь 3D Max, то есть почему у нас еще обучение проще строится, то мы, наверное, процентов 20, может быть, охватываем из всего 3D Max. То есть вот этот узкий сегмент, он позволяет как раз таки в принципе полностью овладеть профессией 3D-визуализатора и добиваться качественности нужных результатов и в принципе радовать заказчика получать деньги и так далее. То есть вот именно по этой причине тоже, что концентрация только на необходимых вещах ведет к получению быстрых и приятных классных результатов. Вот такая вот поправка. Окей. Ребят, если появилась уменьшенная копия нашей комнаты, поставьте плюсики. То есть такая, туннель должен, по идее, появиться. Плюсики, плюсики, плюсики. Все поставьте, чтобы мы знали, что все окей. Давайте все, пожалуйста, пишем. Так, нажми там на... Нет, я все нажал. Вот плюсики пошли. Все окей. У кого-то минус, да, то есть не у всех сработало, но у всех, у большинства сработало. Окей, окей, окей. Ну, нет, я сейчас вижу вот только тебя. Нажми там на play. Давайте я просто выключу камеру сначала. Пока буду показывать. Сейчас выключу камеру. Демонстрация экрана. Еще раз включаю. Окей. Если... Так, так, так. Так, у нас программа запускается. Мы пробуем, ребята, с вами вместе здесь. У нас сегодня новая комната, интересная. То есть все основные параметры, все работает. Все хорошо. Ну, просто интересно посмотреть, как у нас будет работать, например, с программой 3DMAT. Так. Ну, тормозить оно должно. Чуть-чуть должно тормозить. Это именно сделано для того, чтобы, ну, не дислоконно это до конца. Так. Программа, программа. 3DMAT. Сейчас я пошел, выключу. Чтобы было лучше. Окей. Так. Программа у меня почему-то не загрязнила. То есть, так, отлично. Значит, что-то, что я хотел показать сейчас в программе. Сейчас она загрузится. То есть, показать этот весь интерфейс, да, из чего он состоит. Особенно новичкам это нужно. Просто для прикола, чтобы вы увидели, сколько там всего. То есть, сразу понятно, что все изучать не надо. Еще раз, да, говорим. Все изучать не надо. То есть, нужно взять только то, что реально сработает на результат. А как вычленить это, то это, конечно же, только можно понять из опыта определенных людей, да, которые уже давно это сделали. Вот, есть программа. Я вижу, что книжки у нас тоже есть. Отлично. Знаешь, смотрите, куча всяких вкладок, вкладок, да, и мы здесь не все трогаем, совершенно, не все инструменты используем. То есть, вам нужно овладеть простыми какими-то вещами, например, бесплатный курс пройти, тут мы можем крутить там, например, предметы, создавать какие-то дополнительные элементы, примитивы, да, и тому подобное. То есть, кто еще этого не знает, в принципе, вы бесплатный курс, ну, вам очень, очень хорошо бы его пройти. Вот. Те, кто знает, конечно же, понимает уже сразу, о чем я говорю. Ну, например, на второй ступени, как мы этот вопрос решаем? Мы, естественно, сразу даем бесплатный курс, то есть, кто-то захотел сразу записаться на вторую ступень, но он, например, новичок, да, мы им даем сразу бесплатный курс, а потом уже начинается обучение, то есть, более продвинутый и так далее. Но самое главное, просто запомните себе. Я просто очень сильно хочу сконцентрироваться на этом, потому что в свое время мы тут тыкали все, что только не нужно тыкать. Куча вкладок и так далее. То есть, переходить можно до посильнения, выбирать разные модификаторы, разные примитивные и так далее. То есть, как Роман сказал, не больше там 20% мы используем. Вот такая ситуация. Дальше я здесь вам покажу, как коробочку сделать. Вот. Поэтому пока программу оставлю, перейду снова в нашу комнату. Включу презентацию и таким образом мы с вами просто как раз таки заранее проверили, что все хорошо у нас работает. Так. Вот. Идем дальше. Построение коробки. Вот сейчас у нас будет как раз таки 3. Пункт 3. Если пункт 3 появился, троечку поставлю. Я сейчас включу еще видеокамеру, чтобы меня было видно. Вот он я. Еще раз. Так. Значит, смотрите. Есть куча долгих способов построения коробки. Отлично. Троечки есть. Спасибо. Ну, Роман, вот какие бывают способы? Мы видели кучу, блин, способов построения коробки. Они все очень долгие. Вы уже поняли, да? Я когда работал в офисе, я уже не помню, года 4 или 5 назад, у нас там был один такой очень опытный моделлер. У него больше 10 лет стажа. То есть, это, наверное, старая школа, и он как-то научился. Я посмотрел, как он делает коробку, ну, и понял, что это вообще не очень эффективно. Он ставил бокс на каждую часть стены. То есть, одна стена, где окно, состояла из 4 боксов, и как-то он их привязывал, постоянно сделал. Это один вариант. У кого-то я видел варианты, где люди делают коробку с толщиной, потом опять рисуют боксы, делают булевые операции, то есть вычитают один объект из другого. Тоже такой вариант. Но на наш взгляд... Давай продемонстрируем. Да, давай, покажи. Они все знают. Короче, ребята, тригет такой... Не надо себя мучить. Сейчас включу экранчик. Покажу, как быстро делать коробку. Неважно, интерьер или экстерьер. Да, то есть мы вывели такой алгоритм, он универсальный подход для интерьера и для экстерьера. Он, вот как вы видели сейчас на презентации, состоит из трех пунктов. Как раз, из трех оппозиции модификаторов. Окей. Роман появился, да, на экранчик? Да. Окей, смотрите. Для того, чтобы, например, для интерьера нам делать вот такую ситуацию, ну, неважно, интерьер или экстерьер, да, то есть строить кучу коробок, там, каких-то, непонятных, то есть это очень тяжело, потом вырезать в них окна. Есть очень клевый такой метод, я его всячески популяризирую, это выбрать линию, да, такой инструмент линия, особенно те, кто уже в 3D Max понимает, о чем я говорю, кто нет, запишите, просто идете потом. И я, например, представьте, что у меня здесь есть чертеж, вставленный в 3D Max, я по нему просто обвожу линию, да, вот у меня есть там, например, окошко нарисовано, я ставлю две точки, где это окошко должно быть, нажимаю да, для того, чтобы соединить нашу линию. я могу кривые какие-то моменты выровнять, например, нажав настройках этой линии на специальную или на самом деле будет проще делать вот так для меня сейчас, то есть взять и поставить вот эту кривую линию на координаты той линии, которая хорошо у нас получилась, вот, все запоминать сейчас, естественно, не надо, чтобы вы поняли, что есть очень быстрый и интересный способ. И теперь, вот у нас получилась такая линия, да, мы можем ее выдавить по нашего там этажа, например, с помощью X3, такая, модификатор, да, и по нашему техзаданию, которое нас дает заказчик, либо мы вам даем, если вы нас на курсах обучаетесь, мы высоту ставим, который там показан, здесь не нужно смотреть на высоту, потому что я без привязки сейчас вижу это делать, это где-то 3000, если это интернет, 3000 миллиметров, ну да, 3000 миллиметров, вот, а теперь я могу превратить это все штуковое специальное такое, сконвертировать где-то и балконы, для чего, для того, чтобы этот инструмент нам помог добавить, например, новые грани на окошко, прикольное быстро, да, то есть, смотрите, стены внутри у нас уже есть, да, они у нас черные пока что, но это быстро все решается, и есть размеры, например, окна, и теперь мы можем добавить дополнительные грани, с помощью команды connect, можем сделать сразу две, делать расстояние правильное, и высоту тоже можем сделать правильное, например, вот так, вот, у нас есть окошко, и теперь очень интересная такая махинация, ее большинство выпускает, это как из этой плоскости, да, одной простой плоскости сделать именно окно, Роман, там в чате все нормально, да? Да, у кого, кто пишет, у кого мелкое изображение, там в верхнем правом углу есть плюсик и минусик, нажмите на плюсик, и изображение будет больше. Окей, да, Редактор субтитров par Продолжение следует... 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 Итак, по коробке вот такой урок получился. И если есть вопросы по коробке, напишите. Уже не первый раз тут задают вопрос, где 3D Max на русском, давай ответь. Окей. Значит, ребята, 3D Max на русском забывайте. Пока что в нем нет никакой необходимости. Абсолютно никакой. Потому что все уроки, вообще все команды, все визуализаторы общаются только именно в контексте команд 3D Max. Только на английском и на русском вы даже не найдете ничего. Даже если вы умудритесь как-то достать переведенную версию, то вы даже запутаетесь намного больше. То есть забывайте. Все, забывайте нафиг, короче. Построение коробки, понятно, да? Значит, следующий шаг. Толщину стенам не надо придавать. Реалистичные материалы V-Ray. Так, если 13, круто. Толщину как подоконник сделать? Если экструдировать полигон под окном, тогда перекроет нижнюю раму. Значит, внизу добавляете новую грань, выдавливаете подоконник. То есть изнутри. Вот и все. То есть не надо залазить наверх. Просто внизу отбиваете полосочку, выдавливаете подоконник. Делать ему скругление, получается красивый подоконник. Реалистичные материалы V-Ray. Ребят, здесь очень много вопросов всегда возникает. Какие наши рекомендации по реалистичным материалам? Ну, во-первых, мы сразу скажем, что реалистичные материалы должны быть как в жизни. Штора. Мы видим, у нее есть какое-то определенное отражение. Даже какая-то прозрачность. Вы это, может быть, сразу не видите, но все-таки она немножко прозрачна. И так далее, и так далее. Есть определенные реалистичные характеристики. И, соответственно, мы этим характеристикам должны соответствовать. Давайте мы с вами посмотрим, что это за характеристики. Сейчас будем выдавать информацию полезную. То есть она может быть техничная, чисто техничная. И, соответственно, вы можете немножко подустать ее смотреть. Но лучше сразу записать. Так. Реалистичный материал V-Ray. Значит, есть несколько путей. Давайте сразу уберем те, которые не повлияют на результат. Ты находит на ней. А, окей. Окей, окей. Спасибо. Реалистичный материал V-Ray. Вот так у меня на картинке они представлены. То есть я шарики понадел. Вы можете крутить все подряд, как это обычно делают. Да? То есть вот тут покрутить реалистичные материалы, вот тут покрутить. То есть там есть множество разных настроек. На чем вам нужно сконцентрироваться на стройках материала? Во-первых, цвет. Это diffuse. Тредмакс называется diffuse. Туда мы кладем конкретную текстуру. Например, шторы. Вот текстура шторы. Найдите, например, в интернете и положите в diffuse. Понятно, понятно. Просто взяли, положили. Там специальная кнопочка, кто не знает, взяли, положили. Отражение. Если вам кажется, что это так просто, кто-то там, например, крутой визер. Окей, возможно у вас крутые уже 3D визуализации. Но если нет, послушайте то, что я говорю. Отражение. У всех материалов есть отражение. Да? То есть везде нужно накручивать отражение. Сейчас я вам покажу принцип накрутки отражения. Размытость блика. Многие упускают размытость блика. У всего есть определенный блик. И разная размытость у него. То есть, где показать. Например, на стакане этот блик практически не размывается. То есть мы можем даже увидеть силуэты. То есть хорошо его увидеть. Ну, чуть-чуть размывается. На линии есть, но он размывается сильно. Как это сделать, сейчас чуть-чуть покажу. А прозрачность, соответственно, материалом прозрачности. Прозрачность. шероховатость, либо рельефность, это у нас банк, такое есть, карты банк, мы можем положить даже из диффузора, просто скопировать из цвета шероховатость и у нас уже будет рельефчик, интересно смотреть. Так. Работаю на буки, на сценарии не могу запустить придумал, просто так, не потемлюсь. Окей, ребят, записывайте эту штуку, что мы долго, просто вот даем вам уже готовы, это из второй ступени, то есть есть у нас такой файл, называется реалистичная настройка материалов в V-Ray, одна из частей этого файла, вот я прям сюда скопировал, там у нас специальные картинки, все показано, и вот, например, рефлект, да, это отражение, R-глосимость, это размытость блика, вот просто перепишите себе это, сделаете вот так, и у вас уже будет реалистичный материал, если вы учтете, что, и в диффуз, в цвет нужно поставить красивую картинку, и в бамп нужно поставить красивую картинку, ну, принтскрин, окей, тоже может. Я думаю, может показать примерки какого-нибудь одного материала, как-то здесь, я думаю, что мы сейчас не успеем, потому что нужно включать, останавливать иллюстрацию, может быть, как-нибудь в следующий раз, не видно презентацию у кого-то. Окей, ребят, напишите сейчас, давайте девяточки, если то, что мы сейчас говорим, я вам говорю, оно вас развивает, девяточки поставьте. Я попрошу, там нескольких людей, кого неинтересно не развивают, закрыть наш демонстрию. Окей, все, пожалуйста, напишите, но заодно увидим, кто здесь присутствует, кто не заснул, кто не кушает картошку где-то за телевизором, просто забыл выключить компьютер, кто здесь с нами, кому это все так же интересно, как и нам. Окей, где можно увидеть настройки, настройки я сейчас по материалам показываю на экране. Все, кто у нас прошел регистрацию на бесплатный, ну да, на бесплатный мастер-класс, мы будем высылать запись. Так, будет информация не из бесплатного курса. Не вижу только вас. Тут есть уже информация не из бесплатного курса. Еще раз такой вопрос, бан. Ну, все за ерунда. Только что сказал. Так, окей. И идем дальше с вами. Спасибо за девяточки. Давайте пойдем дальше, посмотрим, что у нас здесь есть. Очень интересная тема. Сейчас интересная тема, это освещение в V-Ray. Сейчас вы видите одну из работ нашей ученицы на второй ступени. Сейчас напишите еще, пожалуйста, все, кто девяточки ставил, кто отвечал в чате, напишите те из вас, кто хочет, чтобы мы вам помогли прийти к этим результатам, о котором мы вам говорили. А картинка, которую вы дальше будете видеть, поставьте, ну, давайте пятерочки в чат. Мы будем знать, кто уже хочет принимать от нас эту информацию. А кто нет, остальные получаются нет. Так, отлично. Супер, пятерочек много. Отлично, отлично. Хорошо. Значит, будут сейчас еще картиночки, да, и будет еще какая-то концептуальная информация. То, чтобы не просто картинки смотреть, но понимать, как это происходит. Значит, запишите себе, пожалуйста, что есть важнейшая такая составляющая в освещении, это теплое освещение и холодное освещение. Сейчас вы увидите на картинках это. То есть, пока поймите, что внешнее это у нас холодное, внутреннее это теплое. И размещать освещение в 3D Max'е нужно в соответствии с физической реальностью. Как ни парадоксально, мы видим, что, например, на окнах стоят где-нибудь осветительные приборы в 3D Max'е не на окнах, а внутри комнаты. То есть, такого в жизни не бывает, но я все равно почему-то сюда поставил. Или посередине комнаты стоит шар светящийся, который освещает всю комнату. Ну, там нету никакого осветительного прибора физической реальности. Ну, давайте с вами подробнее рассмотрим. Итак, значит, отлично, ребят, кто написал пятерочки? Кто написал пятерочки, я вам сейчас дам сразу ссылочку, потому что скоро такая возможность уйдет. Я вам дам сразу ссылочку, вам нужно будет пройти по ней, посмотреть, что там написано. Если вам интересно то, что там написано, надо сразу вписаться, потому что возможно скоро уйдет. Вот. Вы пока проходите, посмотрите и возвращайтесь сюда, чтобы я вам объяснил по освещению. Так, сейчас мы проверим, как мы можем рисовать здесь. Так, отлично. Так, что у нас здесь есть? Давайте посмотрим. Какие картинки. Вот, даже мы тут есть. Так, отлично. Так, вот такая демонстрация у вас должна появиться, в принципе, вы должны это все видеть. Все, что я здесь сейчас буду рисовать. возьмем карандашик. Сейчас попробуем что-нибудь интересное поменять. Ага, даже рисую. Значит, смотрите, на окнах у нас должны стоять веры и лайки. Вот таким образом. То есть, везде, где есть окна, у нас должны стоять веры и лайки. Так, а где у нас здесь цвет меняется? Роман, ты знаешь, где цвет меняется? Нет. А у нас есть даже указка. Хорошо. На окнах должны стоять веры и лайки. Веры и лайки выглядят таким образом. Это такие прямоугольнички, их можно делать разного размера, и они имеют определенную направленность. на окнах мы ставим непосредственно голубоватое освещение. В настройках веры и лайка там можно найти колор и поставить голубоватое освещение. То есть, все нормально, интересно, прикольно это все работает. Непосредственно в таких светильниках, как, например, вот здесь лампа у нас есть, люстра, мы делаем кругленькие вот такие веры и лайты, но чуть больше размера наших лампочек. И делаем им тепленькое освещение. Подбираем силу света, то есть, это несложно сделать. И, например, если у нас есть какие-то плоскости, да, вот здесь я просто коряльненько нарисую, ну, суть понятна. Мы сюда загоняем тоже веры и лайты и делаем их тепленькие. Все. Важная составляющая такая, чтобы выбрать, что у нас преобладает. Если вы делаете дневное освещение, то нужно выбрать, что преобладает дневной свет. Как мы определяем, преобладает дневной или вечерний? Ну, во-первых, это задача проекта, во-вторых, если мы выбрали дневной, то главное освещение, главные тени в проекте должны идти от дневного освещения. То есть, мы должны видеть, что вот тень пошла от дневного освещения. Если вечернее освещение главное, то все засветы главные должны быть от вечернего освещения. Понятно, да? То есть, выбрать, что главное. Так, соответственно, та же самая ситуация обстоит, в принципе, и с экстерьером. Если мы делаем дневной экстерьер, то у нас стоит солнце. Солнце у нас здесь, например, стоит вот так, примерно, Так, отключили к серверу. Если меня хорошо слышно, поставьте плюсики, пожалуйста, давайте еще раз связь. Солнышко у нас здесь вот так стоит. Так, ну плюсики, плюсики, плюсики. Пожалуйста, напишите. Отлично. Всех все видно. Выкинул. Хорошо. Демонстрацию видно, да? Плюсики. Демонстрация видно. Отлично. Какого-то звука нет. мне показывает, что звук есть. Да, звук хорошо. Все окей. Супер. И смотрите, ребята, спасибо. Как мы решаем вопрос в экстерьере? Например, дневной экстерьер, у нас солнышко стоит, светит. Главное, за свет от него, да? И у нас есть еще веры Sky, да? Вот так вот условно нарисую. Это небо, которое светит синим, да? Вот его свойство светит синим. Мы видим немножко синеву здесь, в тенях. И, соответственно, внутри мы тепленько не включаем освещение. Если же это вечерний экстерьер, то солнышко либо полностью, либо чуть-чуть его включаем, совсем чуть-чуть. Ну, бывает закат. И тогда внутри включаем уже теплое освещение, внутри помещение. И все у нас конкретно получается, как надо. Тебе презентацию видно, Роман? Так, ну, сейчас она исчезла. А я выключил. Я понял. До этого просто у кого, допустим, маленький экран, просто прокрутите ползунок вниз, потому что, допустим, у меня ползунок не прокрутится. Окей. И там вы увидите картинку экстерьера. То, что я не нашел. Отлично, ребят. Хорошо, супер. Значит, смотрите дальше. Теперь мы смотрим на реальный проект. Кстати, вот такие проекты мы берем и делаем на второй ступени обучения. Да, вот ссылку, которую вы получили, вы можете по ней пройти и вписаться в обучение. Пока есть такая возможность. То есть, это те, кто писал пятерочки, кому интересно с нами идти дальше. Вот. Если вы успеваете вписаться, то, соответственно, мы с вами начинаем, вы получаете все материалы и у нас 1 марта до старта. И 1 марта мы с вами еще онлайн занимаемся. То есть, там прокачка по полной. Если вы сейчас прочтете что-то там написано, вы поймете, что такого нигде нет. То есть, мы постарались сделать круто. Значит, сразу здесь вы можете увидеть в этом интерьере то же самое, что я вам только что проговорил. Сейчас можно вопросы задавать по освещению. Значит, смотрите, у нас есть, включаю демонстрацию, окей, все отлично, все нормально. Сейчас все должно быть уже видно. Включаю вот вам указочку даже здесь, чтобы было видно. Вот есть у нас на окнах, на окнах такая синева, это небосвод светит, да, за пределами нашего объекта. У нас есть синее свечение из окна, но не сильное по силе света, да. Мы это и делаем так, как я вам говорил. Ставим вырывать, назначаем синий цвет и не сильное силу свечения. Внутри рисуем там, где у нас есть кругленькие лампочки, кругленькие веры лайты, веры сферы и, соответственно, получаем уже такое освещение интересное. Давайте посмотрим, что у нас еще есть. Про привязку солнца к небу поговорим. Насчет привязки солнца к небу просто привязываем и все. То есть, есть два варианта. У нас на второй ступени есть два варианта. Это когда вы самостоятельно делаете, осваивая все, что только можно. То есть, это полное изучение изнутри программы. Либо второй вариант вы просто делаете готовое. Так, у меня самого сейчас почему-то не показывают. Презентация. Презентация. А тебе Рован показывает. Да. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Отлично Активные ребята Это очень хорошо Спасибо вам Замечательно Так И теперь Давайте посмотрим На это освещение Как бы мы это освещение настраивали? Опять же, V-Ray Sky То есть мы могли бы поставить В окружении V-Ray Sky Небо, либо даже могли поставить Какую-нибудь картинку туда, вот такую синего освещения Внутри у нас, опять же Вы уже понимаете, что там есть V-Ray Light, вот эти тепленькие V-Ray Light Внутри они у нас стоят, включены И все, и собственно у нас уже Подобная картинка похожая будет Конечно же нужен будет Photoshop О котором мы уже скоро поговорим Но тем не менее Так, в смысле видно только в Даниэле Так, ну у кого-то все равно Подставь там в настройках качество среднего Настройки качества среднего Ну давайте, окей Есть строгие Поставлено Хорошо Итак, ну теперь вы уже можете понять Что, например, в этом интерьере Как бы мы поставили освещение То есть на потолке подсветка У нас может быть V-Ray Light Прямоугольный Либо туда мы можем даже Линию загнать Такую толстенькую Сделать ее толщину И задать материал свечения На окнах у нас стоит V-Ray Light Синего освещения Да, и внутри Там где лампочки У нас стоят Кругленькие сферы Свечения Все То есть Если у вас материал настроен Хорошо И освещение сделает Так, как я говорю Будет круто Так Хотел сказать Про частую ошибку Новичков И они ее повторяют На протяжении Нескольких месяцев Пока им Постоянно не вдолго В голову То Именно Создается Такие фишки С освещением На Сочетании Холодных и теплых цветов Но Не знаю Процентов Наверное 60 Все равно Делают там Внутренний свет Когда им говоришь Теплый Делают холодный Белый Либо Внешнее освещение Тоже делают Одинаковое С внутренним Вот такие ошибки Хотя Они В принципе Вот вы сейчас слышите Да Вроде ничего такого Сложного Но А по факту То есть Можете прям Заметить Записать Чтобы Именно Обращайте внимание По факту Очень многие Попадают Окей Мне кто-то пишет Что перестали Шевелиться губы Ребята Все нормально Хоть у меня была Недавно температура И так далее Я живой Но у тебя Видео зависло Да Зависло Окей Все нормально Сейчас отвиснет Супер Я здесь Все хорошо Так Идем дальше Интересно Ребята Интересно Если интересно Пишите Интересно Где вы это еще Услышите Увидите Так Так Камера Вирей Очень интересно Так Интересно Я правильно понял В сцене должна быть всегда Два света Теплый холодный Супер Отлично Да Всегда Интересно Супер Интересно 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 Очень Супер Интересно Пока Спасибо Ценно Жгите Дальше Пожалуйста Отлично Спасибо Ребята Такие хорошие Приятные Вот сказал Интересно Просто Так Интересно Очень интересно Да 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 Пожалуйста Интересно Спасибо Смотрите Ребята Есть у нас Камера Вирей Просто Запишите Себе Все равно Даже Новичок Не новичок Почему-то Эти моменты Не учитывают Изначально Высота Камеры Когда мы Ставим Или интерьер Или экстерьер Это 1600 Миллиметров То есть Рост человека Да То есть Где-то Уровень глаз Среднего человека Почему так Да потому Что если вы Выше Подниметесь То покажется Что что-то Не так Тут нереально Либо слишком Низко То есть Реалистичность Пропадет Даже только Из-за этого Шага Да То есть Поставьте Сначала Так Потом Можно Какие-то Дополнительные Камеры Сделать Уже Немножко Ниже Художественные Но Все изначальные Картинки Должны быть Посчитаны С уровня Глаз Человека Если вдруг Вы хотите В экстерьере То есть Дом Облететь его На самолете И так далее Но Естественно На высоте 1600 Вы не сделаете Но Берите тогда За пример Дельтаплан Самолет Вертолет Гора То есть Найдите тот Уровень С которого Действительно Человек может Это все Увидеть Потому что Реальные Объекты Они Сфотографированы С реальных Объектов Понимаете Да И все равно Стереотип Человека Такого Что он Видит Неестественность Когда Мы фотографируем Со странных Положений И тогда Он Сомневается Что это Реалистично Понимаете Да А у нас Задача Сделать Реалистично И красиво Поэтому Ставим Так Направление В центр Объекта Если комната В центр Помещения Если дом То в центр Объекта Часто Бывает Вопрос Такой Освещение Как поставить Относительно Камеры В архитектурной 3D визуализации Если это Экстерьер То Если на виде Сверху Смотреть То солнце По отношению К камере Где-то 45 градусов Бывает Немножко Колеблется Эта ситуация Но тем не менее Где-то так Что такое Shooter Speed И ISO Грубо говоря Это у нас Контрастность Грубо говоря Это контрастность Соответственно Если вы поставите Shooter Speed Настройка камеры 100 А ISO От 200 до 800 То есть поищите Предел Самостоятельно Это ваша задача Задание такое Вам Найти Как красиво Будет Соответственно Картинка Будет смотреться Интересно Так Дальше Что у нас Здесь есть Принципы Размещения Еще раз Можете себе записать В соответствии С высотой взгляда Важный момент В экстерьерах Мы выравниваем В вертикали Если у нас Большое Такое Например Здание Огромное Мы забираем Камеру вверх И у нас Соответственно Сразу сужаются Вертикальные линии Вверх Вот так Большая перспектива Получается У нас есть Такая настройка Гест вертикал Мы можем Выровнять В камере В вертикали Либо сделать их Ну Менее перспективными Вот Немножко Потому что Сильное сужение Оно влияет На реалистичность Не очень хорошо Так Настройка угла обзора Это тоже перспектива То есть Это знаете Бывает такая ситуация Когда Камера Как будто сильно Вычинута Такой сериализм Получается И комната У нас вся Какая-то в перспективе Такая вытянутая То есть С этим параметром Играть не стоит Вот Ну Сейчас Не будем Благодарить Потому что Есть еще Интересный момент Так Сейчас Можно Вопросы Грей Есть эффект Диафрагмы То есть Что они в фокусе То размыто Не используем Потому что Тратится много времени На просчет Мы это все Используем в фотошопе Не хуже Так Метод Тыка Вопрос по освещению Зачем Включать внутренний свет Если есть дневной Снаружи В жизни Мы так не делаем Почему На картинках Что другое Потому что Если вы посмотрите На все Как их назвать Журналы Топовые журналы Где продаются Интерьеры И экстерьеры То есть Дома и квартиры Вы везде Увидите включенный Внутренний И внешний свет Это принципы Реалистичности И эффектности Если вы посмотрите На нашу сейчас Например Ситуацию Здесь Если бы не было Тепленького света Вот здесь И не было Сзади Синего света Ты можешь отключить? Я вам покажу Чтобы убедились На практике Насколько это хуже Давайте сделаем так Отлично Или не очень Хреново Сразу будет Поэтому Мы включаем Специальный цвет Ну цвет Да Специального цвета Включаем Синее освещение Тоже В том числе И соответственно У нас получается Более интересная Картинка Такой хром Причем Так По рендеру Картинки Ребята Рендер картинки Вы можете Значит Считать Вот настраивать Картинку Как угодно Очень долго В свое время Я считал Там И донями Картинку Она так и не считалась Есть специальные Настройки Первый рейт Сейчас мы их не успеем Естественно пройти Они минимальны То есть Грубо говоря Щелкаете Включаете Чуть-чуть Настраиваете Определенные параметры Все Картинка запущена Лучше всего Взять готовые Настройки Да Опять же Они у нас есть И на бесплатном курсе И в 10 фишках У нас дается И Либо на платных Каких-то Курсах Ну или у нас там Это лучший способ Здесь Вопрос Чисто к вам Хотите ли вы Тратить свое время Для того Чтобы экспериментировать Такие люди Есть Обычно В большинстве случаев Это просто умники Ну в принципе Я когда-то тоже Таким был Ну я все сам Вот Но Мы забываем про то Что когда мы Рождаемся У своих родителей Мы перенимаем Опыт сразу Причем Конкретно Огромный Если мы родимся Просто так На улице То мы будем Животными Понимаете Соответственно Когда мы хотим Быстрых результатов Сразу Надо взять сразу Вот поставьте Перед собой Такой вопрос Хотите вы Экспериментировать Либо хотите сразу Быстро И действительно Подняться на тот уровень Который вы хотите Вот такой выбор И он за вами Значит просчет регионам Есть такой момент Который его забывают Особенно новички Вот считается Большая картинка Иногда бывает Очень крутая картинка Она много считается Ну может Много считаться По времени На каком-то Слабом компьютере Например там Ну на простом Совершенно Например 4 часа Да Ну вот Ну у наши ученики Считают Сколько У нас Картинка считается Где-то от 15 минут Где-то до полутора Часов Примерно так У наших учений Правильно Да Соответственно На любом компьютере И соответственно Вы можете взять Какой-то региончик То есть выделить Прямо на окошке Просчета Маленькую часть Ее посчитать Подставить в фотошопе Например Уже на просчитанную картинку Ну заранее просчитанную Да Изменили что-то Пересчитали региончик Посмотрели Не надо ждать Сюди целиком картинки Ну понятная вещь Есть такой момент Еще Батч рендер Посмотрите В интернете Что это такое И да Есть фишка У нас тоже Да У нас фишка Вот этот вопрос Тщательный Да Где увидеть 10 фишек Если вы у нас подписаны То фишки мы высылаем Периодически Соответственно На почту Если нет То подписаться На нас Сайт вы видите Внизу 3dartist.b Так Батч рендер Это такая штуковина Которая позволяет вам Считать Ну вот Поставили например 5 ракурсов Разных И хотите спать Да Что делать То есть Надо же сохранять их Да Но вы поставили Батч рендер Забили 5 ракурсов И он вам все Сам почитал Сам сохранил Вот что такое Сами фишки уже готовы Или вы по мере создания Их высылаете Готовы Да Но по мере готовности Нашей аудитории Мы их высылаем То есть Это фишки тоже не для всех То есть У нас есть Сегментация Да Кто например Подписался Именно на бесплатный курс Он в основном Бесплатный курс получает Да Кто подписался На весь фишек И так далее Сейчас мы 10 фишек По моему уже закрыли Чтобы да Да Убрали Из доступа Убрали И соответственно Мы иногда высылаем Вот для вас Именно Эти фишки Периодически По одной Да Понятно да Как подписаться Как подписаться Я сказал В Мазире Не работает Попробуйте В интернет Эксплори В обычных Стандартах Так Идем дальше Ребята Вот Кто Кто узнал Человека Давайте только Без воспоминаний И прошлых Чтобы кто-то Не переживал Кто узнал Человека На мониторе Сейчас Напишите Плюсы Окей Кто не узнал Минус Проверим Вот Три минуса Так А что такое Рендер Ну узнаете Когда Включите Программу 3D Max Ну вот Все правильно Просчетка Да Рендер Но сам Это Просчетка Я думал Что вы Вообще Не понимаете Даже К чему Так Там даже Снизу Подписано Кто это Ну Отлично Супер Ну это Проверка Внимательности Потому что На бесплатных мероприятиях Я поясню чуть-чуть Для тех Кто здесь остался С вами уже интересно Потому что Вначале присутствуют Ребята Которые Ну Ни к чему Понимаете Они хорошие люди Могут быть Но они нам тут Могут мешать Поэтому вначале Информации Чуть по минимуму А самая главная Информация Она вот К середине Концу Вот такая ситуация Постобработка Это обработка Это фотошоп Я думал Что это не ладно Ну это Когда-то Существовавшие Либо Может быть Еще где-то Живет Гитлер Да Без привязки К этой личности Мы просто Хотим Показать Что Фотошоп Он творит Определенные Чудеса На самом деле Есть определенные Клише Типа фотошоп Фотошоп У нас отдельный пункт На второй ступени Обучения Где мы чисто Фотошоп Проходим Очень плотно Проходим И по-моему Три последних Каста Живых Когда мы Общаемся С учениками Дорабатываем Работы И так далее Мы именно Посвятили фотошопу Да Информация До сих пор У нас Обновляется Добавляется Кстати Чем интересно Для тех Кто уже попал На вторую ступень Обучения Кстати Скинь пожалуйста Ссылочку На вторую ступень Обучения Кто-то здесь Я знаю точно Хотел туда попасть Значит Кто уже попал На вторую ступень Обучения В чем еще кайф То что мне нравится Я хочу с вами поделиться Заключается в том Что Этот курс Постоянно Дорабатывается Так Отсутствует Проключение В сервере Не пишет Меня слышно Вроде слышно Все хорошо Я скинул Ссылка Да Он все время Дорабатывается К новому К новому К новому Слышно Хорошо Спасибо Обычные курсы Как Смотрите У нас шаблон В мировосприятии Немножко другой То есть я вам сразу Предупреждал Что могут быть Немножко изменения У вас в шаблоне Когда вы Смотрите наш мастер-класс То есть нам не нравится Как делается Большинство курсов Ну 1% Или даже 0-2 Там где-то Процента Курсов в интернете Нам более-менее нравится Большинство не нравится Почему Потому что вы можете Например Несколько десятков тысяч Вложить Курс Например Только по материалам Только там Например По освещению И так далее И так далее И так далее И в итоге То есть очень долго Развиваться И соответственно Это все делать Нажми Нажми только просто На кнопочку На какую-нибудь Вот И соответственно Мы как этот вопрос решили Мы всего-навсего Сделали Такой ход Конем Мы сделали Курс Который Постоянно Прогрессирует То есть Один раз Попавший Ну пока что Сейчас такая возможность Есть Кто сейчас попадает Один раз Попавший В этот курс Постоянно Получает обновленную Информацию Если появляются Новые уроки Туда тоже Входят Для всех не входит Только для тех Кто попал На вторую ступень Вот это очень интересно Есть программа Уже сейчас записанная Которую можно сразу Получить Сразу там Схватить Готовые там Какие-то материалы Настройки И так далее То есть все готовое И что-то Еще привносится 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 И еще Первого у нас Марта У нас Второй поток Стартует Еще где-то потом Через 3 месяца После 1 марта Следующий будет Еще потом Еще возможность Сходить на Бесплатно На каждый поток Бросит убрать Это для вас Специально Ребят Ребят Ну что вы Мы Мы вообще Без политики Мы вообще Вот что хотите Так и делайте То есть Любая вера То есть любая политика Что угодно Ребят Главное что вы 3D визуализаторы Мы творческие люди Это самое главное Вот отлично Накинь пожалуйста 5 ссылок Чтоб не убежало Так Сейчас по этой ссылке Вам нужно пройти И вписаться в обучение Потому что возможность Может быть закрыта У кого кстати Сайт зависает Сразу ссылка Вписаться А ты отбей Только знаком равно Ссылка сразу Вписаться Я не знаю Ребята Сколько там стоит Там цена Постоянно повышается Но я точно знаю Что больше вы нигде Не найдете таких Курсов Это лучший курс По этой Цене И по возможности Которую можете Вписаться Поэтому делайте это сейчас Потом будет дороже Смотрите Постобработка Увидите У себя на экране Разницу Между картинками Посмотрите Насколько это Крутая разница Это Слева Фотография сделана В 3D Max То есть Тут тоже важно Уметь Сделать такую фотографию Тут важные аспекты Сделать ее Правильно Сбалансировано Для фотошопа То есть Это нужно суметь Сделать Да То есть Посмотрите Что например Свет солнца Он не сильно яркий Слева То есть Она как бы Подготовлена Для фотошопа А справа Это уже фотошоп Наложенный Вы видите Отражение в окнах Изменены Где-то оттенки Небо Изменено Травка По-другому сделана Там ромашечки Какие-то Или одуванчики И так далее И получилась уже Вкусная картинка Вот На Давайте так Вот вы представляете Да То что вы заказчику Показываете Левую картинку Либо правую Которую можно сделать Достаточно быстро Да Чисто фотошоп Напишите Двоечку Если он у вас Скорее всего Купит Если вы правую Показываете картинку И Единичку Если Скорее всего Левую Если его покажете Ну тривиальный Такой Как сказать Вопрос понятен Большинство Напишет двоечку Но тем не менее Мне интересно Вот у нас Видите Присутствует А не человек Который Единичку написал Но это Ребята Если вы Искренне это написали Ладно Можно понять Но если вы Специально написали Дебил Наверное И все То есть Такая история То есть Все Вы видите Что все Видят Что это Объективно Ошибся Отлично Не ошибайтесь В жизни Ошибки Немножко Стоит Дорого Да И Смотрите Ребята Я просто думал Что это Троль Очередной Теперь Вот такой Триггер Почему-то Большинство Все равно Не въезжает Фотошоп Забыл Да Ну не надо Забывать Фотошоп Это сильнейшая Программа Сильнейшая Платформа Обязательно Прохождение Обязательно Вот запишите Фотошоп Сто процентов Нужно Дальше Окей Так Вода мне не нравится Налево Супер Совершенно верно Ребята То есть Там не годится В фотошопе Было круто Вот Работа Например Виктории Леоновой То есть Посмотрите Это проект Существующий То есть Сделан он Вот так То есть Практически Как фотография Если учесть Что это Ученица Она еще Учится Но В принципе Сейчас она уже Еще и дальше Насколько я знаю Да она дальше пошла Она начала делать Другие проекты Уже Она Уже получила У нас сертификат На второй Ступень обучения И вот вы видите Тут не очень Значительная разница Не каждый новичок Заметит Но Левую картинку Можно продать Дешевле А правую Дороже Вот в правом Углу Это вот у нас уже По-моему Фотография Из Каста На которой я показывал Как я обрабатываю Эту картинку То есть Вы можете заметить Что фон за окном На правой картинке Стал немножко Зелененький Да Появился Какие-то другие Оттеночки Больше контраста Вот Вот эта разница И важна Ее нужно чувствовать Нужно Кайфануть От этой программы И почувствовать себя Художником Сколько Действительно Можно Допустим Потерять Из-за фотошопа И приобрести Потерять Цена В деньгах Ну ребят Смотрите Фотошоп По сути Все фотографии Которые вы видите В журналах Крутых Там Интерьера Экстерьера Они все Перефотошопены Ну либо Есть еще программа Lightroom Тоже неплохая Хорошая Наоборот И Соответственно Обработка Везде сделана Везде То есть Если вы Не делаете Обработку То вы Проигрываете Всему рынку Сразу Понимаете То есть Это Ну Если в обанк Пойти Это все Или ничего Ну по сути В принципе Там Десятку Или 15 Вы можете Зарабатывать Месяц На левых На картинках Слева Ну повезет Там 30 А справа Вы можете Делать уже Давайте Своей практики То есть Мне могут Прийти Заказы Я буду Говорить Из прошлого Я уже Научился То что Не верят То что Ну нынешним Результатом Свои нынешние Результаты Не буду Лучше Публиковать Результаты Из прошлого Например 4 дня Ну 40-50 тысяч Можно За 4 дня На подобных Картинках То есть Это все Тестировали Соответственно Да Да мне хочется Больше Я понимаю Что Можно делать Больше Да Кому-то 40 тысяч Четыре дня Это 50 тысяч Это Ну не так Круто Но ребят Когда у вас Есть в кошельке Это круто Я вам скажу Реально круто Причем Круто Не когда Вы горбатитесь На кого-то А когда Идете своим путем И тогда Мы вам говорили Вспомните Про интерес К профессии Вы так делали Лишь для того Чтобы вы Нашли свой путь Если есть интерес Идите Жизнь закончится Да Давайте Наперед Чуть Все Капец Не попробовали Не узнали А чтобы узнать Нужно взять Попробовать Пойти По этому пути Который вам интерес Вот такая ситуация Ты хотел что-то Конкретно По цифрам Еще добавить Да Я хотел сказать Что вот Смотрите Вы допустим Многие спрашивали Как найти заказчика И так далее Именно эту тему Сейчас не рассматриваю А вот Именно процесс Постобработки На кто будет влиять Вот вы Будете Когда искать заказчика Будете писать Сообщение Прикреплять Свои работы И к примеру Процентов Там 60-70 Ну сейчас Точно не буду Говорить Сколько Но вы Можете потерять То есть Это Десятки тысяч Сотни тысяч Вы просто Можете Не получить Заказ Вот Вроде мелочь А на самом деле Таким Деньги Окей Роман Вот забанит Это Смотри Много воды Мало информации По тебе Часа Не знаю Мало забанит Сравнение Стоит Фотошоп На самом деле Очень легок В изучении Согласен Да Главное Тыкать Туда Куда Надо Так Уже на бесплатном курсе Прикреплендере Пользовался Фотошопом Отлично Это у нас Написал Алекс Отлично Алекс Спасибо За прохождение Бесплатного курса Так Четкость Так Уточни пожалуйста Когда именно Получается у вас Получается сертификат Какие требования Если курс Второй ступени Постоянно обновляется Отличный вопрос Надежда Смотрите Сертификат Вы получаете Когда У нас есть Программа Ну давайте Так что понятно было Это По меньшей мере Три курса По интерьеру И по меньшей мере Десять заданий Десять заданий Вы выполняете И проходите На седьмом Восьмом задании Вы видите Что нужно Есть программа Минимум Выполните Это И это Мы у вас Принимаем работу Ну грубо говоря Смотрите Выполняйте Вот такую картинку Делайте Как вы видите Работа Вы сделали Отчет Отчет По определенной схеме Вы ее Видите Мы вам Показываем И соответственно Когда мы Принимаем У вас работу Мы видим Что у вас Все предыдущие Задания Выполнены Вы получаете Сертификат Вот и все Но смотрите Есть у нас Где-то 25% Учеников Которые Как бы Либо сливаются Либо не успевают Для таких Как сделано У нас есть Определенная Система мотивации Да То есть Если вы там Стабильно 3-4 урока Не выполняете Вас может Заблокирован доступ Быть кастом Следующий Но вы остаетесь В потоке Вы получаете Все равно Материалы Но просто Не переходите на каст Сделали задание Мы открыли вам доступ Пошли следом на каст Если вы идете От 50 до 70 Прийти процентов Учеников У нас Если вы выполняете Домашние задания То у вас все касты есть То есть Вы их выполняете Вы неминуемо Достигаете Вот таких картинок Неминуемо Потому что Мы работы еще разбираем Да То есть Вы смотрите Как например Я работаю В фотошопе Ну в данном случае Потому что Просто обработка Висит Да Либо в программе 3дмакс И потом Если что-то еще требуется Вы можете пойти На следующую Не ступень А на следующий поток Обучение Согласитесь Это очень серьезно И круто Если вы что-то еще Не усвоили Вы можете это добрать На следующем Потоке Например 1 марта Мы с вами будем Начинать Вот живой поток Сейчас Когда вы впишетесь Вы получите все То есть Вы получите все материалы Да Вы сразу Их получите Будете просматривать Можете писать нам Сразу вопросы В специальной группе Вконтакте Мы там отвечаем Несколько раз в неделю Когда 1 марта У нас стартует Мы уже с вами В определенное время То есть расписание будет Естественно Мы с вами занимаемся Выполняйте домашние задания Мы их принимаем Идем дальше И так у нас происходит Обучение Если что-то не условили Через 3 месяца То есть у нас где Март Дальше пойдет Да Это что Когда у нас В июле Где-то в июле Да То есть Это все Информация Публикуется Для наших учеников У нас будет Следующий поток обучения Если при желании Можете бесплатно На него пойти То есть Для наших учеников Вот такая вот Интересная возможность То есть смотрите Пожалуйста На фотографию Фанура Сафина То есть Как он ее сделал Вы видите Без фотошопа И с фотошопом То есть Применяя Вот эти рекомендации Второй ступени По обработке Картинки Я сейчас вижу Что тут можно еще сделать Тут можно было Было бы Добавить Немножко больше тепла В освещение Наверху Немножко Скажем так Сделать Менее насыщенным То что за стеклом Ну то есть Сейчас пока не буду Подробности сильно вдаваться Можно было бы еще улучшить Да Это мы кстати разбирали Мы уже как раз таки Разбирали на прошлом кастинге Вот сейчас мы будем ждать Еще более Лучших Так Окей Да Какие вопросы Можете задавать Сейчас Потому что Мы По Подходим К завершению Именно этого главного Главных всех процессов По освоению Профессии Ведовизуализатора Если вы выполните Все эти пункты То вы соответственно Получите Эту всю Эту профессию Это реально Это проверено И если сконцентрируетесь Именно на этом То рано или поздно То есть Либо самостоятельно Если вы хотите быстро То соответственно Курс Либо наставник Если самостоятельно То немножко дольше Может быть Много дольше Но тем не менее Все таки Освоите Тут много Вопросов По второй ступени Давай ты можешь Включить Демонстрацию Экрана И прям Мы расскажем Так Чтобы людям Стало понятно Окей Окей Так Вторая ступень Это видео уроки Или только онлайн С первого марта И в какое время Будет проходить Онлайн Отлично Ну давайте Я вам покажу Естинько Ну в принципе Вы можете пройти Сейчас по ссылке Да еще ссылки Роман Ссылки Да Я сейчас так скажу Вторая ступень Это и видео уроки И документы текстовые И какие-то настройки И шаблоны из фотошопа И шаблоны из 3дмакса То есть это комплекс Определенных материалов Выстроенных по ступеням Да По которым мы сейчас с вами шли Структурированных От начала до конца Где вы каждую ступень проходите Полностью осваиваете И потом еще Если появляется новая информация По каждой ступени Вы ее можете еще снова получить Сейчас вписываясь Вы получаете готовое все Вот то что я проговорил А с 1 марта Мы еще с вами вживую ее идем То есть через интернет Имеется ввиду Онлайн конечно Потому что у нас ученики С разных абсолютно частей Даже мира Поэтому У нас сейчас кстати осталось 13 или меньше Посмотри пожалуйста Ну уже заявки там сейчас идут Уже 12 Сколько у нас осталось мест Ребята то есть мест Не так много осталось Поэтому нужно поспевать Вижу некоторые забронировали Можно подробнее Да можно То есть нужно Уже 4 места Как забронировать Забронировать Все вписываются И мы потом Менеджер прозванивает Правильно Вам прозванивает И сделает вам Индивидуальные условия То есть Можно записаться В рассрочку Если у вас Нет полной суммы То есть это все Индивидуально Мы обговорим То есть осталось Уже 4 места 4 да Да Было 13 И во время Вебинара Уже заявок Пошло То есть Поэтому Успевайте все Кто У кого даже нет Сейчас финансовой возможности Вы Главное Смотрите Вы получаете Сейчас По самой Лучшей цене И у вас будет доступ Постоянно То есть Ко всем потокам То есть Если вы Пишетесь Сейчас Главное Просто Введите Свои данные А там Мы уже Обговорим Индивидуальные условия С карты Если что-то Будет Не получаться Обговорим Как это Можно решить Наилучшему Для нас В принципе Обратом Но знаете Если вы Как бы Вписались И На карты На живой Карт Не ходите То Мы Вам Просто Потом Можем Убрать Болосип Попустим На этот Карт Из-за того Вы должны Если вы Вписываетесь Вы должны Участвовать Активно И выполнять Домашние Задания Для того Чтобы Действительно Получать Такие Результаты Которые Мы показывали Вот Сейчас Данил Показывает Результаты Одной Из Наших Учеников Чтобы Действительно Это Ученики Которые Ходили На карты И выполняли Домашние Задания Окей Ребят Отличные Вопросы Очень Хорошие Но Вы можете Убедиться В том Что Я бы Так Сказал Что Большинство Курсов Все-таки Хотя Я некоторых Людей Люблю Тренировок То есть Есть Классные Педагоги Но Все-таки Не существует Пока Такого Почему-то Не существует Такого Предложения Чтобы Вы Один раз Вписавшись Получили Максимум Вот Действительно Почему Вы так Не Сделали Вот Если Вам Действительно Это Интересно То есть Это Хорошо Это Клево То есть Вы И потом Вот Пока У нас Этот Курс Есть А мы Рассчитываем На долгое Время По крайней мере Несколько лет Он у нас Точно Будет Да И То есть Даже Может быть Несколько Десятилетий И развиваться Да То есть Не Один раз Месяц И Все А Бесконечно По Жизни По крайней мере Ко всем материалам Получить Пожизненный Доступ Это Очень Хорошо И Прикольно То Что Он Постоянно У нас Обновляется И Добавляем По Мере Надобности По Мере Актуальности Всякие Новые Фишки И так Далее Кто Спрашивал Про Снег Те же Самые Уроки Да Кстати У нас Недавно Была Виктория Как раз Таки Леонова Вот Ее Картинка Она Сделала Следующий Проект Это Уже Экстерьер То есть Домик Со Снегом Тут Я Не Подставил Как Ни В следующий Раз Либо Когда Войдете В нашу Тусовку Увидите Уже Ее Работы Что Она Делает От Леонова Она Сделала Снег Там Нужно Было Сделать И В интернете Мало Уроков Нормальных Либо Если Даже Вроде Как Нормальный Повторяешь И Не Все Получается Сейчас У нас Уже Ускоре Мы Будем Записывать Видео Урок По Снегу Как Его Делать Очень Увлекательно Мы Сами Прикалывались Реально Здорово Можно Сделать Как Вмятинки От Подошв Ног Вот Такие Нюансы Это Круто Это Очень Интересно Давайте Поотвечаю На Вопросы Тогда Раз И Очень Много Стало И Пишите Сейчас Вопросы По Обучению Ничего Непонятно Напишите Конкретно Что И Нам Ничего Непонятно Если Нет Финансовой Возможности Пойти Сейчас На Второй Курс На Второй Поток Хотелось Знать Следующий Поток Будет Дороже Будет Дороже Нужно Отписываться Сейчас Если Нет Возможности Вы Попадаете В Обучение Нас Предупреждаете О том Что Нет Возможности Мы Знаем Так Вот Этот Человек До Такого Числа Не Будет Заниматься Вы Можете Просмотреть Видео Уроки Зафиксировать Цену Себе И С Такого Числа Будем Уже Следить За Вами И Соответственно Вы Сможете Когда У вас Появится Возможность Рассматривать Видео Уроки Какие Потому Все Касты Живые Вот Эти Онлайн Касты Они Тоже В записи Идут Мы Вам Их Скину Вы Можете Просмотреть Если Вы Не Успели На Каст У нас Так Бывает От 100% 25% Или 50% Может Прийти На Каст То есть Это Тоже Нормально Все Живые Люди Во Сколько Там Было Вопрос Обычно У нас 18 19 20 Вечера То есть 20.00 19.00 Вечера Касты Проходят Но Сейчас В связи с тем Что мы Обустраиваем Офис То есть Немножко Перестраиваем Уроки Пишем Нам нужна Определенная Систематизация Более Высокая Нежели Мы Раньше Делали И Мы Можем Делать Иногда В 11 Например 0.00 Касты Но Об этом Все Всегда Вы Заранее Узнаете У нас Есть Специальная Группа Скайп Чата То есть Скайп Чат Что это Такое Вы В чате Попадаете В общую Группу Там Все Участники Находятся И там Пишите Например Свой вопрос Что-то Не получается Но Это Когда Живое Уже Обучение У нас Пошло И Там Мы Выкладываем В телесообщение Вот Например Через Два Дня У нас Стартует Такой Каст А Востолько То Востолько Если Вы вдруг Не успели То Соответственно Смотрите В запись Но Желательно Присутствовать На Кастах Потому Что Из Практики У нас Так Получилось Что Все Ребята Которые Присутствовали На Кастах Они Быстрее Закрыли Именно Программу Нашего Курса То есть Они Выполнили Все Что Перед Ними Стояло Все Домашние Задания Получили Быстрее Всех Сертификатов Сейчас Могут Эти Сертификаты Показывать Соответственно Либо Работодателям Если В офисе Работают Либо Ну Показывать На своих Сайтах Если Они Работают Удаленно Так Понятно Да Если Что-то Еще Не ответил Пишите Задавайте Вопрос Некоторые Заправнированы Данил Большинство Заказов Поступает Из Компании Для Часных Лис 3D Визуализации И так И так Но Мне Больше Нравится Последнее Время Работать С Компании В какое Время Я сказал Каска Будет На курсах Будет Рассматриваться Анимация Помещения Возможно Далее Да В программе Стандартной Программе Которую Мы Идем Да Она Достаточно Расширена Но Пока Анимации Еще Нет Пока Ее Пока Мы Не планируем Потому Что Смысл Именно В том Чтобы Вы Сделали Качественные Картинки В дальнейшем Будет Она Сделана 100% Потому Что Это Нужно Иногда Для Того Чтобы Презентовать Прайм Так Дальше Можно Напишите Но Я Например После Каста Мне Нужно Время Чтобы Отдохнуть В порядок Соответственно Могу Не сразу Ответить Например У меня Есть Сообщение Которые Висят Пару Дни Там Конкретные Сообщения Когда Мне Хотят Что Для Меня Даш Полезное Дать Достаточно Сильная Замятость Так Что Если Что Я Еще На всяких Скинул Свою Ссылку Вконтакте Мне Могу Толик Так Роман Очень Муторный Непонятно Рассказывает Поэтому Непонятно По мне Все Понятно Пока Что Очень Волнует Такой Вопрос Обучиться Можно Чему Угодно И Кайфовать А Вот Применить Заработку Какой Процент Ваших Хороший Стабильный Доход Отличный Вопрос Смотрите У нас Когда Шел Кучин По 3D Я напоминаю Для тех Кто забыл Что Там Мы Именно Занимались Заработкой Там Все Ребята Кто Выполнил Домашнее Задание Заработали Минимальный Заработок Был Около 5000 Рублей 8000 Рублей Это В ходе Первых Недель Обучения Это Были Новички Полные Это Всего Два Человека В среднем Я уже Говорил Сколько Зарабатывает 3D Визуализатор Это Вся Информация Взята Из Нашего Курса То есть 30 90 Это Нормальные Значения 1000 Рублей Для Тех Кто Идет По Технологии Это Раз Во-вторых Заказ Лучший Результат У нас Ученица Получила Заказ На 280 Далее На второй Ступени Мы Осваиваем Профессию Не забывайте У нас Есть Третья Ступень На третьей Ступени Мы Занимаемся Чисто Заработком Ничего Больше Чисто Заработком А здесь У нас Идет Полное Освоение Профессии Чтобы вам Чувствовать себя Полноценно Полностью Все знать Сделать все Что вы хотите Без вопросов Пришел заказ Отлично Сделали Все понятно Все понятно Вот так что было Понимаете Без каких-то преград Но Как интересно Видимо у нас Уже так все заточено Наши ученики Сейчас Сертификаты получал Вот недавно Николай нам писал Что У них уже есть заказы У него по-моему Два заказа Хотя у нас даже задачи Такой не стояло Два заказа у него было У кого-то еще У Светланы Заказ был То есть Поймите Что Ваш вопрос Скорее всего От страха Но Когда я вижу Что вы пишете Можно чему угодно Кайфовать И обучиться Чему угодно Нет В корне Неверное утверждение Попробуйте И докажите Себе сам Что не от всего И не всему Можно научиться Да Не от всего Кайфовать Не всему научиться Так Рассрочка На какой срок Дается То есть Все После Оставления Заявки Менеджер вам Расскажет Спасибо Все понятно Отлично Меня пугает Большой объем информации Справлюсь ли Я На желание Большое Если желание Большое Справитесь Потому что На нашем Опыте И пенсионеры И люди Чуть ли не школьники То есть Начальные Курсы Какие-то Кстати Ульяна Смирнова У нас Учитель Второго курса Ей 21 лет Где-то Сейчас Да Она получила Заказов На 280 тысяч рублей Когда Кучин по 3D Был И Поймите Что Вот для этого И сделано Мы идем На встречу Тем ребятам Кто принимает Решения Быстро Мы идем На встречу Тем ребятам Которым Действительно Интересна Тема 3D Визуализации Поэтому Мы вам Выкладываем Все в записи Да Мы вам Даем Пожизненный Доступ Но при условии Что вы будете Делать С той скоростью Которую Вы можете Делать Когда мы Видим Что вы Развиваетесь Мы вас Поощряем И поверьте Вы это Заметите То есть Да Можно С таким Переживанием Можно идти Все будет нормально В вашем курсе Обучения Даете ли вы Советы По поиску Заказчиков Да У нас Заложен Блок Основы Давайте Чтобы понятно Было Основы Как взять Заказ Что это Такое Вообще Как себя Что главное Для того Чтобы К вам Все таки Заявки Пошли То есть Мы Как основу По заработку Сделали Такой Курс Ну не курс Это как бы У нас идет Уже Живые Онлайн Занятия Там мы Посвящаем Где-то Два занятия Для того Чтобы Эту тему Раскрыть Но Для того Что если вы Хотите Стабильно Получать Доход И он Постоянно Рос Это конечно же Третью ступень Но третью ступень Нет смысла Идти без Второй ступень То есть Экскурс Введение Будет Я вам еще раз повторю Что у нас Ученики взяли Заказы Еще до начала Этого Модуля По Посвящению В тему Заработка Так Вашем Курсе Образование Архитектор Дизайнер Архитектор Дизайнер И Очень много Чего еще По Образованию Роман У вас Заблокирована Отправка Сообщений Для Я добавил Татьяну Как часто Заказывают 3D проект Это ведь Недешево Клиентов Всех Не хватит Ребята Это ущербное Мировоззрение Ничего Связанного С вашей личностью Нет Имею ввиду Что Это просто Навязанное Мировоззрение Это Понимаете Очень тяжело В формате Бесплатного Мастер Класса Вам показать Вот Есть На третьей ступени Например Ну на второй Тоже У нас идет Срыв шаблона То есть Как бы вам сказать Когда вы думаете Что 100 тысяч В месяц Это много Вот представьте Такую ситуацию Например Вы думаете Что 100 тысяч Рублей В месяц Для вас Это много А потом Что-то с вами Происходит Я говорю Из личной практики Думаю Роман сейчас подтвердит Мы недавно Смотрели Где-то Что-то увидели 100 тысяч В месяц Мы такие Даже не поняли Что Так У нас еще Что-то у меня Вылетело Раз-два Вроде все слышно Пятерочки Поставьте Если меня хорошо Слышно Так 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 Давайте Давайте Быстренько Проверим Связь Все хорошо Ли Слышно Меня Так Так Микрофон Вот он Я здесь Раз-два У вас включены микрофоны камеры Нет Я тебя вижу Ну все Круто Значит все нормально Должно быть Но Так Сейчас должно быть Все слышно Вот если бы Тут еще были Вот такие штучки Было бы круто Чтобы писали Так Отлично Ребят Спасибо Значит Была какая ситуация И мы смотрим То есть у нас Расширение происходило Мы развивались Какое-то время Потом мы смотрим Там 100 тысяч в месяц Дед был написан Чего Какие 100 тысяч в месяц Что за фигня Что за суммы То есть Вот Представьте себе Что это не наиграно А реально вы Смотрите и не понимаете Как можно за эти деньги Все работать То есть Вот таких срывов шаблонов Должно быть достаточно Много у вас в жизни Чтобы вы поняли Что это все реально Но давайте так Представьте себе Вашего заказчика Который строит Отели Например В Дубай Которые строят Стоят там Например Несколько сот Миллиардов Долларов Ну то есть там По крайней мере Сотни миллионов долларов Точно Стоит Да И как вы думаете Тяжело ли ему 0,1% От этого Передать Тому Кто это все Презентует Красивенько Чтобы эту презентацию Показать Например Инвесторам Или еще кому-то Насколько вам это важно Понятно Да То есть Вот Такой вопрос Вот такой ответ Так Окей Если вопросы есть Пишите Там спрашивали по времени Во сколько обычно проводят А я уже сказал Что в основном 18-19 По московскому Редко в 20 Потому что Ну У нас тоже Своя жизнь есть Поздно вечером Мы не проводим Сильно И иногда может быть В 11 Но об этом заранее будет сообщено По московскому В чем минус или плюс Корона Корона Очень крутой визуализатор То есть Наперед На перспективу В намерениях У нас тоже есть Возможно Будем добавлять Возможность Там есть какие минусы Что нужно Переиначивать Своё освоение То есть Там Нужно привыкать К интерфейсу И Считать может Очень долго То есть Чтобы ушел Например Шум Изображения Там может уйти Несколько часов А в Например В-Ray Можно быстро Картинку получить Фотошоп Подредактировать И круто Из плюсов Реалистичное освещение Самое главное Так Сколько часов Сколько раз в неделю В основном 2-3 раза в неделю Ну вот Из первого потока Мы проводили 2-3 раза в неделю За месяц У нас прошло Где-то 13 кастов Примерно Это не знаю Что будет 13 домашних заданий То есть Бывает Какая-то тема Разбирается Несколько кастов Сколько Часов Сколько раз в неделю Надо будет тратить Минимум Минимум Но в неделю Я за вас не скажу Чем больше Тем лучше Наши ученики Говорили Что Если в день Вы тратите 1-2 часа То это Очень круто Так Придется Сочетать С напряженной Физической работой Напряженная Физическая работа Это хорошо Тоже Полезно То есть Ну Об этом тоже Можно будет говорить Это касается Непосредственно Самодисциплины Но курс Он чем хорош То что там будет Ваша самодисциплина Как бы автоматом Вы получите Да Это очень хорошо Так У нас в городе Заказывают А я не знаю Ваш город Какой у вас город Ну че Куда я знаю В любом городе Где вы видите Строительство Там заказывают Отвечу так По моему Это Наталья О какой город Я не знаю Так 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 Вот Еще много вопросов У нас в городе Заказывают такие проекты Единицы Можно делать проекты Для любых стран Городов Ребят Я вот сейчас Остались только Самые-самые Тогда по секрету Блин Я не знаю Как еще говорить И там говорю И там говорил Нет Все равно есть Либо это в тему Троллинга Вылазить Либо еще как-то Но ребят Представьте себе Что как вы сейчас Сидите в разных городах Да И соединены в одну комнату Точно так же Вы можете работать С любым городом 3D визуализации Мало того Если вы дизайнер Или архитектор Часть из вас здесь Именно такую профессию Умеет То вы можете работать Не только 3D визуализатором Ну и дизайном Дизайнером Или архитектором Тоже удаленно Представляете Какая ситуация В наше время существует Это правда Для любых стран И городов Ну прям для любых стран Это тяжелее Но для России 1000% Почему тяжелее Потому что возможно Там если прям за рубеж Хотя я с Цюрихом работал То есть с Германией И проект с этим вначале был Я вам показывал Ну ладно Возвращаться не буду Фишка в том Что я когда выполнял Проект Да там был Где-то за день Я получил сразу Авансом где-то 45 тысяч Вот Там есть правда История не очень приятная Что там ее заказчик нагрел Мы потом разбирались Вот это отдельная история Может быть на кастях Каких-нибудь мы с вами решили Обговорим Но фишка в том Что там мы как бы так Просто сработали через Москву Понимаете У нее там была связь Через Москву И окей Просто для за рубежа Может быть сложная ситуация В том чтобы Как это оформить правильно Потому что понимаете Что там все немножко по-другому Вот А если говорить о России То есть Например Есть Знакомые Ну как я заочно Знакомый Я знаю просто Эту организацию Которая работает У них большой центр То есть они там зарабатывают 100% Несколько миллионов в месяц То есть у них Они работают с Россией легко Они по-моему В Украине находятся То есть Ну для нас получается Уже за рубеж То есть немножко там Надо правильно оформлять Но тем не менее Они работают Все окей Все это можно делать Сколько длится полный курс Программа рассчитана на месяц Плюс еще месяц поддержки Но по факту Это пожизненный доступ Да То есть это программа Которую вы должны выполнить За это время Если Ну то есть у нас потом заканчивается Давайте Как у нас с первым потоком Первый поток мы закончили Если учесть Что было где-то 12 дней праздников То мы его закончили Какого числа мы его закончили Первый поток 19 19 То есть Это месяц и неделя примерно У нас было Да Ну то есть чуть-чуть меньше Где-то месяц и 5 дней Мы еще 28-го сделали уже выходной То есть и все Это где-то Получается около месяца Да У нас идет программа Эту программу вы все делаете Мы вас принимаем Если вы все сделали Мы вам отдаем сертификат Все окей Если что-то не успели У вас есть до сих пор доступ Вы выполняете работу Мы смотрим Просматриваем Как вы ее выполнили И в специальном разделе Вы находите сертификат И вдруг вы там обнаружите Свой сертификат С вашим именем С нашей росписью И что вы прошли Этот курс Вот Если вы что-то не успели Что-то не добрали Вдруг Да Если Какие-то обстоятельства жизненные На следующий поток Можете пойти Либо у вас все хорошо Даже сертификат получили Все равно Мы вас на следующий поток И что-то новенькое узнаем Вот такая ситуация Так Скинь пожалуйста А ты скидываешь Да Сын Так как я понял При заработке А еще много Ох как много вопросов Отлично Ребята Это очень хорошо Что много вопросов Значит Это значит Что вы развиваетесь В реальности Есть ли 3D Max Для Mac Есть Но нужно ставить Просто Windows Поставить Windows Отдельную систему Заходить в нее И там включать 3D Max То есть так делают Ну Все крутые Визеры Которых я знаю У кого есть Mac Для 3D Max Лучше ноутбук Или полноценный компьютер Лучше полноценный компьютер Как я понял При заработке Но ноутбуки тоже можно делать Роман я помню Что на Бали Когда уезжал Расскажи Что у тебя там за ноутбук Ноутбук Да вот Давайте Да Покажи мне У тебя есть ссылка на него Вот ссылка А ты его отключил А он у тебя есть Вот смотрите Видно да Ноутбук То есть обычно ноутбук Для интернета У нас тут несколько компьютеров Роман там Сел Подсоединился Чтобы в интернете Наблюдать Как мы с вами ведем Тут Этот Вебинар Помогать нам Вот на этом компьютере Сейчас работает Я что хочу Ну Это что у нас А это Sony Вот Я хочу Чтоб ты рассказал Как Ну блин Реально или нереально Ты же на Бали тусовался Да На Бали я прожил Практически год Путешествовал Ну я То есть я когда ехал Я не планировал Вообще Туда надолго Но как-то Меня заинтересовало Так И Ноутбук я взял Чисто так Полазить в интернете Не собирался там работать Деньги на пару месяцев У меня были Вот Но Что-то меня там Увлекло И Я решил попробовать На этом ноутбуке Что я сделал Зачем у тебя Деньги кончились Ну да Это уже Когда Когда прошло Пару месяцев И мне что-то Захотелось Еще остаться Подольше Вот И Попробовал На этом ноутбуке Поработать То есть Покупал я его За 19 тысяч Вот То есть Цены такие А заработал А сейчас он стоит Сколько? Сейчас Ну сейчас уже Таких не продают А уже Да Ну примерно Да То есть в районе 20 тысяч Можно Купить Ноутбук Тут Если по характеристикам Говорить Видеокарта Встроенная Родион HD график С помощью Вот И Ну нормально Начал зарабатывать Вот на этом ноутбуке За один день Мне удалось Заработать 25 Я был Приятно Удивлен Что Мой ноутбук Потянул В принципе Такие сцены Там я делал Экстерьеры И нормально Все таки Получилось Даже Вот Обычные ноутбуки То есть Могут Ну то есть По характеристикам Компьютера Мы отдельно Тоже У кого будут Вопросы Это все Разберем На Занятие Так Как я понял При заработке На 3D визуализации Моделирование Передается Выполнять На сторону Передается На сторону Моделин А Я имею ввиду Мебель И всякую утварь Наша задача Только визуализация Ну смотрите Мы тоже Касаемся Моделирования То есть Программа Есть минимум Программа Максимум Постоянно Будет добавляться То есть Какие-то Главное Эффективность Да Самая главная Задача Ступени Чтобы вы действительно Могли сделать Крачественно Сделать ту задачу Которая перед вами стоит Соответственно Да В какой-то момент Вы можете передавать Да Другим людям Это не сложно Я так делаю Пока Можете Можете и замоделить На сайте Фрилансе Много заказов Но это Блин Постоянно По 3D Но и достаточно Исполнители Скажите пару советов Для грамотной продажи Своих услов Первый совет Не размещаться На фрилансе Это раз Второй совет Это Полностью Освоить профессию 3D визуализатора Все Тогда у вас Уже будет Заказ Ну и соответственно Ну на самом деле Нужна Страничка Или Какое-то место Приземления заказчиков Через интернет Но это мы будем Заниматься В других Курсах Какие стабильные Версии Макса Процессор опять Стабильная версия На моей практике Это 2012 2014 Придуматься Так Что это за фирма Из Украины Не скажу Потому что будет реклама Так Может не в тему Вопрос Но где На каких сайтах Можно скачать Качественную программу Чтобы стало Не криво На официальном сайте Мы показываем На нашем курсе Мы показываем Как скачать На 3 года Да сейчас На 3 года Так Походу Вас забланили Да Мы сами себя забанили Ребята И кто не понял Вы у нас Находитесь сейчас В гостях Поэтому банить Только можем быть Так Это вот для тех Кто Так Окей Я правильно понимаю Что следующий поток А вот еще раньше Ну все В принципе Тут мы проговорили Я правильно понимаю Что следующий поток По второй ступени Обучение стартует Орендировочной феврале Нет неправильно Следующий поток У нас стартует Сейчас И у нас постоянно идет Но живое обучение С потоком Да Когда мы можем С вами заниматься То есть вот так Онлайн Я к вам обращаюсь Так Это кто у нас пишет Кто у нас пишет Дарья Дарья Мою дочку зовут Дарья Отличное имя Значит смотрите Мы Например С первого Марта Уже с вами Вот так Говорим Да Я смотрю на вашу работу И говорю Дарья Вот здесь нужно сделать Так и так и так И показываю Например Да И вы это выполняете Но до этого момента Вы получаете все записи Которые мы с предыдущим потоком Прошли Получаете все материалы Которые мы с предыдущим потоком Прошли Вы получаете все Что у нас есть Абсолютно все Можете самостоятельно Проходить И во время прохождения Вы можете писать вопросы В специальную группу ВКонтакте Мы там несколько раз в неделю Отвечаем То есть И тоже продвигаться И благодаря И этим ответам Так Было бы здорово Получить дополнительное инфо По параметрам Для стационарных Комфов Или ноутов Смотрите ребята У нас Единственный принцип У нас нет воды на курсе Вот все кто присутствовал На первой ступени Но сегодня правда Выведом не для них Может быть мы будем Собираться уже Тусовкой тех Кто у нас прошел обучение Приглашать там Да Чтобы потусоваться Но Они могут подтвердить Что воды нету То есть Самое Только то Что влияет на результат Поэтому Только Мы проговорим Только те аспекты Да И сейчас уже проговорили По компьютерам Которые важны Наперед вам могу сказать Если цена Качество То это Процессор А7 Чем больше Оперативной памяти Тем лучше То есть От 8 и более Гигабайт Это я говорю Про крутой компьютер То есть Относительно Цены Да Ну и хорошая видеокарта То есть Тоже с хорошим Гигабайт А вообще Опять же Мы вам только что Сказали Что на любом Компьютере Можно выполнить Программу Минимум Нашего курса И стать Профессиональным 3D визуализатором Наша Так Смотрю Правильно Говорить Бали С ударением На первый слог Бали Тут не важно То есть Даже сами Балицы Не Скажи что-нибудь На балийском Капунке Скажи Скажи Там Знатого Капунка Это Привет Типа По тайски А бали А бали Все Забыл Ребят Ну что за Отношения Скажи Что-нибудь Такое Хорошее Не хорошее Непонятное Какие параметры Должны быть Чтобы Ничего Не тормозило И можно было Спокойно Рендерить Ну я уже Программу Первая ступень Четвертый урок На 42 минуте Выпал Фрагмент Зампися Первая ступень Четвертый урок А На бесплатном курсе На 42 минуте Выпал Фрагмент Зампися Ну А дальше Продолжается Если дальше Продолжается То вряд ли Он выпал Ну посмотрим Напиши Пожалуйста Это на бесплатном Хорошо Почему Не размещаться На фрилансе Не буду Объяснять Долго Ушла связь Так Вот тут все Хорошо Создание портфолио Советы Давать будете Создание портфолио Освоить полностью Профессию 3D визуализатора Сделать 10 Качественных 3D изображений Уровня Который нужен Рынку Уровень Мы вам Показали То есть Это программа Такая Хорошая Хорошо Можно сделать Лучше То есть Мы специально Не показывали Заоблачные Какие-то высоты Это все Может Катер достичь Сейчас я включу Еще раз Презентацию Для того Чтобы показать Вам Что конкретно Как раз таки По этим моментам У нас есть По таким вопросам Я вижу Много вопросов Это хорошо Так Так Это у нас Создание портфолио То есть Совет такой Да То есть Сделать Клейм А ну сейчас Я просто Забрызу Ребята Вот У нас сейчас Здесь присутствуют Самые-самые Ребята Вообще Пожалуйста Еще ссылку Кто-то Не успел Записаться У нас Может быть Там хоть Одно Еще осталось Таким Значит Смотрите Так Создание портфолио Совет Идавать Будет Сделать 10 реалистичных Фотографий Вот вам Создание Портфолио Разместить На каком-то Ресурсе Сайт Сронической Вконтакте Либо на всех Сразу Так они Ответили Про 3D Max Его можно Скачать На официальном Сайте Бесплатно За 3 Год Знаете Что я вам Скажу Юлия Я ответил На этот вопрос И сказал Что его можно Скачать На официальном Сайте Скиньте Группу Вавка Есть Если вы Подписаны На бесплатный курс Да Ну вот Покажите По вашему мнению Работа на 5 баллов На 10 Вот сейчас Я буду На ваши Такие запросы Отвечать Буду искать Показываю Так Может сделать Еще курс Посвященный Ландшафтного Дизайна Ну Запросов Будет Может быть И сделать Подсоветуйте Куда Подпадаться К нам На курс Все будет Таким Подскажите Пожалуйста Можно ли Где скачать Простую Качественную Программу Photoshop Подсказываем На нашей Второй ступени Потому что Вы можете Сами поискать Таким Вроде Такие вопросы Не очень Хороши Так Ну что Вот вы видите Перед собой Что есть Два варианта У нас тут Остались Уже совсем Самые Самые И с вами Теперь Тем более Очень интересно Я хочу Вам просто Показать Картину Да То есть Она может быть Чуть-чуть Не полная Но это В основе Именно так По другому В принципе Я не видел Ни в своем практике И где бы то ни было То есть Грубо говоря Есть путь Есть путь Самостоятельный Он вроде бы Как бы крутой Но это путь Не признанного Гения Скажем А есть путь Когда Вы Вот например Вы сейчас Прямо с нами Идете Если вам кажется Что вы сейчас Самостоятельно Изучаете профессию Ну Ну может быть Чуть-чуть Да Но тем не менее Вот мы сейчас Вам даем информацию Понимаете Да То есть Вот эти 9 лет Которые мы прошли Мы В формате бесплатного Мастер-класса Заключили в какие-то основы Да И их вам даем готовыми Вы понимаете Что это стоит Наш опыт Стоит много времени Много нервов Много денег Мы потратили на это И так далее То есть Иногда Это как вы понимаете Мы сидим за компьютером Встаем например Могли когда-то Пересиживать за компьютерами Да Делать 3D визуализацию Ну если неправильно делать И рушить отношения Например С своими близкими Потому что не выспались И так далее Понимаете Что это грабли Ваши Если вы Не получили все сразу Поэтому Почему так долго Ну вот именно поэтому Самостоятельно Это обычно 2 года-5 лет Это обычная практика Каждый кто занимался Самостоятельно Говорит что Это еще и бывает Недостаточно И когда вы занимаетесь Самостоятельно То естественно Вы можете Ну искать Все только в свободном доступе Вот А как И то когда вы Ищите уроки В свободном доступе То вы все равно Перенимаете опыт Преподавателя То есть не нужно Ставить себе Знаете Такое вот Клише на себе Типа Не понял ты гений Типа я сам Ну это детство Ребята Чтобы получить максимум Вам нужно конечно же Получить все Готовое От практики Вот собственно и все Вы можете Самостоятельно Прочитать эти пункты Я думаю что Вы уже прочитали И понять что Действительно Так Так Можете сделать еще Курс Так Подскажите пожалуйста Можно ли где скачать Простую Качественную Программу Фотошоп Я сказал Большое спасибо Было очень интересно Надо убегать Счастливо Вам спасибо Так видео и звук Сорвалось Объяснение как скачать 3ds max на 3 года На официальном сайте И у нас Мы показываем инструкцию На втором потоке И показываем инструкцию На бесплатном курсе То есть там можете смотреть И скачивать Так Бесплатный курс Тема Спасибо Так только бы найти Какие нибудь таблетки От сна Чтоб времени На него больше не было Таблетки от сна Это Полное освоение Программы Ребята То есть в системе Когда вы знаете Каждый этап Он у вас как на ладони Вы понимаете С чего состоит 3D визуализация У вас нет каши Все просто Тяжело в учении Согласен Бывает очень сильно тяжело в учении Но Когда вы Тяжело Может быть идете Но по правильной дороге Вы точно знаете Что придете к результату Согласитесь А как будет в тройне И там В 10 раз тяжелее Если вы Тяжело Но идете самостоятельно И не знаете Куда вы придете Может быть и не придете Может быть будете Постоянно делать одно и то же И не получите Красивую картинку Так Спасибо Что бесплатный курс Написали Отлично А как я понимаю Ну бесплатный курс Он кстати Создавался Сколько лет назад Два года назад Примерно два года назад Там ребята У нас Такая была Еще информация Где-то три Наверное Сейчас То есть Передавая Вся информация Идет у нас На второй Кипит Так Как я понимаю Десять изображений Портфолио У всех Будут Одинаково Нет Сделать Хотя бы Один Дизайн Нет Если бы Вы Повнимательнее Немножко Послушали Вы бы услышали Что Один ученик Сделал одно изображение Другой ученик Сделал другое изображение Давайте мы с вами Еще раз посмотрим Работ Очень много Ребята Меня сегодня Не хватило Времени В связи с тем Что я Лечился Несколько дней Для того Чтобы с вами Провести Вебинар Потому что Мы с семьей Лечились Мы такие У нас так получилось Что мы что-то Приболели Я знаю Некоторые причины Определенно Не физического Характера Они хорошие Не прикольные С эволюцией Связаны Но сейчас Не об этом Закрытая тема Может быть На других Курсах Все круто Все нормально Идет Но пришлось Немножко Подлечиться Достаточно Сильно Чтобы с вами Здесь встретиться Но Вот вы говорите Индивидуальный занятий Дизайн Одинаковые То есть Ладно Давайте так Работ Действительно Очень много Они есть И на бесплатном курсе Очень много Ребят Сделано И на Коучинге По 3D Очень много Работ Пройдя по сайту Скинь пожалуйста Еще Несколько ссылок Чтобы видно На сайт Вот на вторую ступень Зайдя на сайт Вы можете увидеть Многоство работы Это тоже не все То есть У нас множество Отзывов Мы еще не все Выложили Сейчас поступают Новые отзывы Мы постоянно Пока сильно Еще не успеваем То есть Ребят Сейчас Спроса пока больше Чем мы пока Успеваем принять Учеников И так далее Я не успел Все это изображение Разместить Не можете посмотреть на сайт И тоже Не все Тем не менее Представление будет И вы увидите Что мы берем На второй ступени Сначала вы делаете Какую-то часть Как все Чтобы точно сделать Потому что Есть множество Примеров Поддержка Вы видите Примеры Других людей Вы понимаете И потом Есть этап На второй ступени Когда вы берете Вау проект Красивый Который вам понравился И вы его Визуализируете Делаете уже Тот вау проект Который стоит Дорого Изначально То есть Вы берете На определенном сайте Находите вау проект По нашим ссылкам Там есть чертежи И так далее И выбираете Я делаю вот это Вот это Вот это Мы говорим окей И вы выполняете По схеме И получаете Красивую картинку Соответственно У вас не будут Одинаковые проекты Они будут разные Вот такой мой ответ На ваш вопрос Так У меня тут запись закончилась Но я думаю Этого достаточно будет Надеюсь в комнате У нас запись ведется еще Обновите бесплатный курс Вот это пишет Но у нас на самом деле Есть Наработки по Бесплатному курсу 2.0 Возможно будет Какое-то обновление Возможно Так Большое спасибо За положительный настрой Желание Освоить профессию Еще больше Прекрасно Отлично Евгения И вам спасибо Так Спасибо большое За информацию Было очень интересно Надеюсь дальше Будет еще интереснее Вынужден Я вас покину Спасибо вам большое И вам спасибо Будет интересно В том случае Если вы будете На практике Уполнять те задания Которые мы вам дали Отлично Так Роман У тебя есть что добавить Мы будем постепенно Заканчивать Ну в принципе Даже не постепенно Уже очень скоро Да Мы вам дали Даже больше Чем мы рассчитывали Я единственное скажу Кто у нас сейчас Пишется в обучение И в течение 48 часов Уже оплатит обучение Я и Роман Дадим Личную консультацию По вашему случаю Как вам лучше проходить На какие аспекты Обращать внимание На какие не обращать И так далее То есть личная консультация Это поощрение За вашу Активность Что вы точно Быстро пойдете На наш курс Так Прошу прощения Возможно прослушал Предоставляет ли вы работу После курса Конечно нет То есть С отдельными учениками Я У меня была практика Такая В свое время Я некоторым ученикам Предлагал выполнить Тестовую работу Потом если все окей То работа не слили Прошу прощения Но у меня Таких людей Не много Оказалось Соответственно Почему так Потому что Ребята начали Быстренько брать Свои заказы В основном И у них Не так много Времени оказалось И я Ну Вижу что Он спешит И просто так Выполняет А вот только Несколько людей Которые захотели Именно с нами Работать Да То есть У нас достаточно Просто желтые И у меня По крайней мере Достаточно Жесткие условия Но потенциально Это возможно Да Если вы Эти условия Удовлетворяете Если вы все Точно сделаете По второй ступени То этим условиям Будете удовлетворять И тогда Возможно Да Мы будем вам Давать работу Но именно так Чтобы обещать Нет конечно То есть Вам нужно Постараться Сделать Если сделаете круто То Да Это возможно Может прийти проект Ну как у меня происходит Пришел проект Например Я смотрю Сразу представляю Сколько он стоит Заказчику направляю стоимость Как это будет делаться Договорим о стоимости Договоримся Я договариваюсь С исполнителями Что-то сам могу делать Если исполнители уже Найдены И у них уже есть время Договоримся с ними О стоимости И приступаем То есть Ставим жесткие Дедлайны То есть Для такого-то числа Это сделать Ну и выполняем работу Но долго не буду Ребят Никак сейчас Пока все ясно Пошел Уроки учить Отлично Так молодец Сознание Искренно простое Грамотное Спасибо за информацию Игорь Иван Спасибо Хорошо Крутые Психологи Вы Респект Вот который раз Психолога Ребят Просто Когда вы будете Заниматься творчеством Зарабатывать деньги Плюс Зарабатывать деньги Вот возможно То же самое Просто скажем Всего-навсего Это Когда вы становитесь Не просто в облаках летаете Вам там Ваш Работодатель Говорит Как должно быть А когда вы сами Жизнь проходите Сами становитесь Тем Кем вы хотите Вы почему-то Начинаете по-другому Немножко понимать Жизнь И так далее Вот собственно И все Ну Вы назвали это Психологией Ну ладно Так Спасибо Пожалуйста Можно ли попросить Подложить Рассылку На Имейл Ребят Подписывайтесь И будет Вам Рассылка Все что Есть Официально На сайте Все Вот Вы можете Подписывать Спасибо Спасибо за общение Спасибо за первую ступень До встречи До встречи Это нам написала Ольга Отлично Ольга До встречи Так Где берете Заказчиков Уже много раз Рассказывал И конечно Что я ждал Секреты буду Рассказать Спасибо Было супер Отлично Вам спасибо Это нам написала Наталья Так Если я все это знаю И работал в фирме Три года Но не по архитектуре Возможно ли мне Начать работать С вами Ну если Уровень ваш Соответствует Возможно Да Но сейчас Тема не для того Чтобы Я понимаю Ребят Ну то есть Мне и так Достаточно Ладно Не буду Распространять Сейчас расскажу Не поверят Ладно Короче Это возможно Да Но если вы Обладаете Определенным Усом Определенным Уровнем Который У меня Показан На сайте Давайте Вам Мой сайт Еще Дам Этот сайт Сделан Быстро Этот сайт Можно сделать За два дня Этот сайт Конвертирует Заказы Несколько Заказов Может приходить В день Хотелось бы Больше Я бы хотел Чтобы заказов Приходило Ну пока Так Можете Сделать Такой Сайт Себе И Будет Круто Если Вы умеете Его Правильно Позиционировать Так Бесплатно Только пять уроков И три фишки И все А вам мало Да Да И все Тогда вам Наверное И все Это Эстон То есть Какое имя Нашли Существует Человек Которого я не знаю Нам как-то Это претензия Будет Не открывается Иначе Много Корешло Сайт Не работает Он Не может Не работать Не работает Так Сейчас Открою Когда Много Людей Одновременно Переходят На сайт И Начинает Подвисать Через Некоторое Время Да Все Работает Ребята Еще Раз Обновите Проверь Хорошо Кто У нас Еще Не вписался Вторую Ступень Напишите Единичку Я пока Не заходил Обновляюсь Адрес Нормальный Да Ну То есть Много Людей Заходит Держи Секунду У меня Все Кому-то Повезло Кто-то Кому-то Повезло Кто-то Кто-то Еще Не вписался На Ступень Напишите Единичку В чате Давайте У нас По-прежнему Присутствует Очень Много Людей На Ну На данный Момент Потому что Скажем так Те ступени Усложнения Которые Мы давали И Такого Может быть Где-то Чуть-чуть Любовного Но тем не менее Достаточно Жесткого Отсева Произошли То есть У нас Сейчас Осталось Около 60 человек Совсем Самые Самые Кто Еще Не вписался Единичку То есть Еще Из 60 У нас Не вписалось 15 Ой 5 Да 6 Спасибо Большое За информацию Буду заканчивать Первый уровень Работать С фишками И копить На второй Уровень Это нам пишет Марина Виданова Марина Вам желательно Подать заявку Потому что Цена зафиксируется И вы сможете Договориться С нашим Менеджером Об индивидуальных Условиях Напомню Те кто Сможет У кого есть Возможность Ну возможность На самом деле Вообще Вписаться Сейчас есть У всех Это 100% Я знаю Относительно Тех сотни Тысяч Рублей Которые вы потратите На обучение Разрозненным Материалом В интернете А мы в этом Очень долго И знаем О чем Говорим По сравнению С тем Что вы сейчас Заплатите Да Это платно Да Это может быть Для кого-то Недешево Но это Стоит Столок Как вы понимаете Пожизненный Доступ Все материалы Плюс еще Обновления Плюс еще Возможность Ходить на Следующие Карты Шоколадные И Значит Вам нужно Вписаться Сейчас Потому что Дальше цена Будет Подниматься Запись На вторую Стоп Ну Недоступна У меня Доступна Ребята Ну смотрите Вот Те кто Не вписался Еще Напишите Почему Вы не вписали Напишите Может что-то не получилось Какая причина И уже будем Заканчивать Работы Очень много Еще раз Повторюсь Я хотел бы Их Сейчас Вам Показать Но Пока Это Невозможно Покажу Еще Несколько Работ Учеников Вот Например Такие Работы Учеников Очень Достойны Продаются На таких Ученики Сотни Тысяч Получают Так Сейчас Помню Татьяна Титова Вот У нас Здесь Есть Да Вот Это По-моему Ее Работа По-моему Сто Тысяч Она Выходила В То есть И тут Понимаете Очень важно Не только Освоить Профессию Но быть Еще Уверенным Еще Правильно Се Позиционировать То есть Вы Можете Делать Хорошие Работы Зарабатывать Больше Чем Тот Кто Делает Отличные Работы Это Очень Важная Такая Философия Так Работа Учеников Вот Еще Смотрите Ну Какие Успел Добавить Так Дорого У меня Зарплата 13 Судей Ребят Это Недорого Курсы По 3D Визуализации Стоят Например По материалам Стоят Около 20 тысяч Чисто По Грейм И Материал Как Настроить Это Все Понимаете Как Настроить Штору Не Освещение Ничего Остального Посмотрите В интернете Сколько Стоят Курсы Хорошие Проблемы С финансами У кого Проблемы С финансами Тем более То есть Они у вас Будут Продолжаться Когда Вы Успеете Цена Договориться Возможно Какая-то бронь Возможно Что-то еще Есть Несколько Условий Которые Для вас Выгодны И для нас Выгодны Чтобы мы Точно Знали Что вы Пойдете Что мы Вам место Оставили Чтобы материалы Под вас Готовили И так далее И вы Точно Знали Что Мы вас Не забудем Реолиционально У вас Не умение Нет Финансовой Возможности Да Ребят Я понимаю Что В этот Промежуток Времени Такое Может быть Я понимаю Это такое Бывает Но нужно Выкарабкиваться Согласитесь Я вам Желаю Чтобы у вас Было Много День И именно На все То Что вы Хотите Я хочу Чтобы было Даже В 3-4 Раза Больше Чем Вы Мечтаете Чтобы Уже Не думать Вообще Вот Но Нужно Какие-то Шаги Делать Ну Примите Какой-то Шаг Приятный До Будущего Вот Работа И учеников Тоже Ну Вот Еще Две Работная Сто Добавить Но На Сайте Опять Ж До Фига Работ Есть Можешь Скинуть Еще Три Ссылочки Чтобы На Сайте Посмотрели На Второй Ступень Всю Сумму Нужно Умножить На 3 Сразу Не Получается Оплатить Однак Я Впишусь Отлично Я Уверен Что Смотрите Ребята Чтобы Вы Не Переживали Главное Условие Давайте Проговорю Еще Раз Точно Задание Да Может Что Не Получаться Сразу Такое Может Быть Да Это Нормально Но Большинство Получается Но Готовность Идти Дальше Задавать Вопросы Вот Это Не Получается Почему Мы Отвечаем Готовность Если Даже Вот Картину Кошмат Придумать Ну Вот Не Получилось Вы Не Успели Закончить Курс Но Готовность Идти Дальше Все Равно Выполнять Дальше Может Быть Чуть Не В Срок То Если Вы Это Вы 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 Все Равно Достигнете Желаемого Вот Если Вы Готовы Это Делать То Все Вы Освоите Курс За Вас Конечно Передвигать Мышками И так Далее Мы Не Можем Но Мы 100% Уверенны На протяжении Всего Времени Которого Обучались Если Вы Будете Просто Идти По Урокам То Вы Вы И У Вас Получится Так Кредит Уучите Но Сейчас Пока Мы В Кредит Не Учим Потому Что Мне Пока Не Нравится Практика Кредит Как То Я Не Договорился С С С С С С С Вот Ну Вот Так А Ну Возможно Это Возможно Но Это Все На Вас Ребят Принимайте Сами Решение Моя Моя Задача Дать Вам Информацию Показать Как Оно Есть Как Оно Может Быть Чтобы Приняли Сами Решение Вот Какое Решение Вы Принимаете Возьмите За него Ответствие И Дальше В соответствии С этим Выбором И Получите По заслуге Соответственно Либо Самостоятельное Изучение Жизнь Как Обычно Либо Пойти В ту сторону Которую Вы Хотите И Получить Но Зависит От Вас Я Условия Проговорил И Это Все Реально Если Вы Будете Выполнять Домашнее Все Так Сейчас Удовольствием Интересно Усваиваю Первую Ступень На вторую Завтра Займусь Коиском Ресурсов Отлично Супер Так Все равно У кого-то Не открывается 3d-визуал Кучка Орг Но У меня Почему-то Открывается Ну Посмотрите У меня Вконтакте Вы Меня Вконтакте Должны Были Добавить Давайте Вконтакте Ресурс Это Вроде Так Крутейший Должно Пропускать Множество Сразу Людей Да Давайте Еще Ссылочку На Вконтакте Все Кто Здесь Присутствует Меня Друзья Добавляйте Вот Там Иногда Информацию Интересную Могу Размечать Будет Смотреть Так Спасибо За бесценную Информацию Согласно С вами По всем По всем Но пока К сожалению Нет Ну Ребята Выбирайте Это Ваше Решение Чисто Ваше Вам Спасибо Тоже Так Спасибо Большое Было Очень Интересно Я вписалась Надеюсь Все У меня Получится Для связи Получится Не переживайте Если Не переживаете Все Получится Но Мы В этом Конечно Не Поможем Так Ребята Ну Все Спасибо Вам Здесь Присутствующим Спасибо Всем Тем Кто Был Ранее Можно По Каким Действительно Веским Причинам Покинул Наш Мастер Класс Я Буду Сейчас С вами Прощаться Роман У тебя Есть Что Добавить Было Очень С вами Интересно Такой Аудитории Редко У нас Бывали То есть Очень Значит Мы Правильно Провели Этот Мастер Класс С вами Спасибо За Вопросы Спасибо За Ответы Со Всеми Теми Кто Вписался Во Вторую Ступень Обучения Будет Реально Очень Интересно Нам Самим Это Очень Интересно Потому что Мы Постоянно Развиваемся Для Тех Кто Пошел Самостоятельно Я Желаю Быстрого Освоения Просто Не Рассчитывать На Халяву Вот Если Уж Халяву Брать То Хотя Бо Так Для Осведовления А Потом Уже Все Таки Собраться Силами И Пойти На Какой Ни Курс Интересно Действительно Сходит Профессия Всем Счастливо С вами Был Был Ветров И Роман Корняков Роман Корняков Пока За кадром Потому что Мы Так Разместились Комьютеры Заставили И так Далее Всем Счастливо Пока Свой Гол Редерт Счастливо Пока